Поехали. Все, поехали, да? Да, погнали, потому что люди уже два человека написали ламинис вообще-то. Ну, окей. Ну, значит, есть такой первый, в прошлый раз Сергей делал такие слайды, и это, я решил, хорошая такая традиция, как для меня такой, как менее будут подсказки и план, так и для всех более-менее визуально будет понятно, в чем идет вещь. И поэтому первое, когда мы начинаем такую торговлю на Амазон, это идет поиск товара. Это такой самый первый шаг, и он такой, это как азбука, самый основной шаг, по моему мнению. То есть если на этом шаге его быстро пролететь, то потом эти камни подводные будут появляться, откуда куда ни возьмись. Поэтому этот поиск много, мне часто пишут и задают разные такие вопросы. Как искать эти товары на Амазон? Где их искать, какие способы, какие методы. И мне недавно пришла такая аналогия в голову. Это как поиск грибов в лесу. Если кто-то ходил, то это такая штука, которая, если ты не знаешь мест, где растут эти грибы, то это много очень удачи есть, и много есть моментов, где можно наткнуться на разные такие подводные камни, и такие грибы съедобные, если есть несъедобные. И продажи на Амазон, это примерно такая же история, что здесь можно найти товар, который кажется, он выглядит как супер товар, который будет классно продаваться, он хорошего качества, но в итоге это как мухомор или поган, он реально несъедобный, он не будет продаваться. И это очень, как бы, очень главный такой момент и параметр, как научиться определять, хороший товар или плохой, как его найти. И поэтому у меня есть такой простой способ, который я обычно использую. Это просто я захожу на Амазон, ни в поисковой строке. Здесь я представляю примерно, в какой нише я хочу, в какой категории найти товар. И я начинаю писать разные ключевые слова. Амазон мне начинает выдавать разные вариации своих слов. Из этого всего я уже выбираю какую-то интересную такую вариацию, которую я или раньше не встречал, и мне просто любопытно посмотреть, что она из себя представляет. Я захожу по этим ключевым словам, и я смотрю эти ниши, рассматриваю. Если я вижу какой-нибудь интересный, какой-то интересный товар, дальше уже я начинаю идти глубже. Я начинаю смотреть на этот грипп, как говорится. Съедобный этот грипп или несъедобный. Поэтому это уже такой глубокий анализ начинается. Уже входишь в листы, смотришь в листы, разные показатели. И это очень такой важный момент для себя понять этот механизм. Как отличить съедобный грипп, вот несъедобный. И здесь есть второй такой слайд. Это когда-то в свое время заметка была о таких трех типах товаров. Каждый товар имеет три такие типа. Есть звезда, бойная корова и духая собака. Звезда – это тот товар, который ты покупаешь, привозишь, продаешь, зарабатываешь на нем. Он имеет очень классную маржу, зарабатываешь на нем много денег и потом быстро. Звезда очень быстро превращается более, как правило, в такую токую собаку. Это такой быстрый товар. Иногда бывает, что звезды превращаются в дом, в бойную корову, но это, как правило, не звездный товар. Это более такая классика. И я люблю больше бойные коровы. То есть ходить в нишу, в такую. То есть это более долгий процесс, чтобы этот товар найти, раскрутить. Это более классический товар, который имеет долгую жизнь. Но зато с ним потом намного проще. Если ты работаешь с этим товаром, то его надо только поддерживать. Звезда – это… С этим товаром его надо очень классно преподнести, быстро заработать и дальше его и не оставляешь. Потому что, как правило, издать такой стиль, как было какое-то время назад, может быть, полгода или год, когда появлялись такие товары, которые все любят приводить в пример, как слайсер для арбузов. Это товар типа звезда, который… Это новый товар, который появился на рынке, о нем особо никто не знал, он взлетел. Потом первые люди, которые его завезли, начали зарабатывать на нем деньги. Потом увидела масса китайцев, масса каких-то других людей, наших людей, которые через какое-то короткое время потом начали продавать эти слайсы, и все коммунили. и дальше на нем было зарабатывать бюджет. Потом кто-то сделал патент, и эта такая лавочка прикрылась. И звезды превратились в глухую собаку. Поэтому, как бы, это такая штука, когда… Это проходит с опытом, когда человек начинает уметь определять, когда он видит товар в этом поиске, поисковой выдаче РВИ, что это за товар, он смотрит, да, это товар интересный. И он должен сразу для себя понять, какой это товар, это звезда или это собака, которая уже еле-еле лежит там, и если ты войдешь в эту нишу с этим товаром, то ты просто не будешь знать, куда его деть. Он будет у тебя висеть, и полгода без продаж, и так вот что ты будешь продавать, и если ты избавишься, это будет хорошо. Поэтому дойная корова, дойная корова – это товары такие классические товары, как правило. Например, как молоток, скажем так. Этот товар, он был 50 лет назад популярный, и он будет еще 50 лет, то есть молотком эти гвозди будут забивать все время. То есть это товар, который всегда продавался, продается и будет продаваться. Но в эту нишу довольно-таки тяжело войти. Тут нужен немного или какой-то уникальный молоток, или еще чего-нибудь. Или ты просто должен какое-то долгое время его крутить, этот молоток, сделать какой-то красный бренд, и все будут знать, что молоток Петра Петровича – самый классный молоток. И поэтому его будут покупать все, кто знает этот молоток. Это такие классические товары. С ними тяжело работать, но они приносят свои плоды. Поэтому... Паша, ты... Да, я, кстати, полностью с тобой согласен. В дропшиппинге примерно та же ситуация. В дропшиппинге мы, конечно, больше любим звезды хватать, продавать побольше, а потом ходить просто естественно. То есть дропшиппинг – тактика совершенно иная. Нам коровы особо не нужны, потому что они только проблемы могут дальше создавать. В дропшиппинге в основном звезды играют в бой. То есть ты делаешь большую маржу, делаешь большую маржу и... Да, это может и доля случая. Ты зашел на листинг, попал, например, в бойбокс, а это как раз бестселлер. Это только на то время, пока там не зашел нормальный конкурент на FBA, допустим. И ты продал там сотни штук, а потом на следующую неделю ты уже ничего не продаешь. Ну и все, и забыл просто об этой звезде. В дропшиппинге очень много дохлых собак. Да. Которых можно просто опускать дальше. Это степенье и правило, потому что ты товар уже купил, ты уже с ним, как бы сказано, до конца. Должен вести его уже, крутить, то есть отвечаешь за все, правильно? Да. Да, да, да. Поэтому вот этот вот момент, на этом моменте, на этом этапе поиска, поиска товара, какой товар мне продавать, поиска ниш, даже можно так сказать. Это очень один из таких главных моментов, где нужно научиться понимать, какой товар хорош, это какой стоит продавать, какой стоит искать, а какой товар, даже не стоит тратить на него время. То есть, для этого существует, ну, или опыт, когда ты умеешь это делать. Я думаю, да, для звезды очень нужен опыт. Именно вот то чувство. Не то, что ты знаешь даже, где эти грибы находятся, а чувствуешь, что они вот на севере. Да, да. Нашел, вот, и слил там партию тысячи штук, и что, пошел дальше на следующую звезду. Я думаю, это просто, тоже имеет право вместо быть такая модель. Да, звезда это риск всегда. Каждый звездный товар имеет риск. Каждый человек должен понять, что я готов с этим товаром рискнуть, не вложить в него деньги, и я думаю, что он пронесет мне очень хорошие результаты. Довольные коровы имеют меньше рисков, но в него больше надо вкладывать деньги. В звезду можно вложить небольшие деньги, и быстро взлететь. А для коровы, подозревая, нужен неплохой капитал, и при том на долгое время, чтобы ты понимал, что тебе нужно вкладывать и вкладывать? Да, да, да. Коровы это классические, как правило, товары, и в этих нишах они уже заполнены. Они уже заполнены, и ты должен выйти с чем-то таким, выделяющимся немного из всей категории, и вложить в какую-то такую долгую раскрутку. В корове быстро взлетишь, потому что ниши довольно-таки плотные. Можно сказать, что как раз коробку – это настоящий правило. Потому что вот именно есть такие люди, которые заводят, завозят даже не правило, а четко какой-то бестселлер. Да, да. Просто даже логотип не ставят просто, это как вайс-лебелинг, так называемый. И завозят просто четко то, что вот идет. И все. А про бренды уже даже не думают. Это уже такое другое. А ты уже говоришь действительно про настоящие правила. Да, да. Корова – это такой долгий правил, в который ты вкладываешь. То есть есть два типа людей. Одни – люди, которые могут постоянно завозить такие звезды, продавая хоть эти звезды. Продается – хорошо. Не продается – ты можешь слить за себестоимость, не искать новую звезду и так далее. То есть две миллиона. Я еще хотел добавить немножко по этому поводу. Когда вот начинающие, я не знаю, помните, вы не помните, на многих курсах бесплатных и все остальное говорили, зайдите на Томасон, зайдите на Фейсбук, увидите товары трендовые, товары те, которые сейчас на данный момент ищут отзывы. И там реально информации очень много. Но мы, когда не гнали такое количество, прогоняли товаров, и я думаю, если в этом бизнесе останемся еще там на какое-то время, чем дольше, тем лучше надеять, будет еще больше опыта. Про с какими товарами уже работали, какими-то слышали, что кто-то работал, с какими-то знакомыми работают. Ну, то есть просто чисто такой, чисто житейский опыт, навык. И реально, реально, сейчас вот я даже жалею, что такого Томасона, как в том виде, в котором он был, когда заходишь и там прямо вот реально страницы, как журнал глянцевый, листаешь, и когда ты вот проработал уже вот эти товары, реально проработал, ты просто уже много имеешь опыт, и чем больше его, тем лучше, естественно. Вот. Ты сразу видишь, смотришь и не на глянцевые, не на красивые фото, не на классный товар, который тебе к душе, и к спорту, к хобби к твоему. А именно, больше я внимания уже обращаю на те товары, которые даже не понимают, что это такое. Я сразу ищу ключевик, я сразу иду в Амазон, я сразу дал ключ и такое. У меня реально был один случай, там с одним массажером, я не помню, что это за фигня, то ли вешалка, то ли по башке бумеранг кому-нибудь дать. Ну вот, я просто не понимаю, что это такое. То есть, много таких товаров, которые даже в голову, то есть, какие-то можно догадаться, а некоторые товары даже не. Мне это очень интересно. я вот прям вот как волны разгребаешь руками, прям вот это знаю, это уже видел. Я там некоторые товары раз по пять уже продвигал. Ну просто реально одно и то же. Сейчас на данный момент, зайдя в отзывы, там просто видите одни и те же товары. Потому что все основная масса, особенно новичков, которые вот просят отзывы в открытом режиме, все их знают товары, они реально берут товары на поверхности которых, потому что они не понимают, как углубиться. А углубиться, еще раз говорю, вот есть расческа или есть там, я не знаю, какая-нибудь там, ну вот расческа, например. Так расчесок видов море. Начиная расческой для собак, заканчивая расческой там для детей, женщин там и мужиков и всего остального, что они там расчесывают, я уж вообще молчу. Не важно материал. Нет, я просто, нет. Так она бывает и круглая, и квадратная, и пластиковая, и деревянная. Не массажерная. И там, блин, там столько этих расчесок. И вот вы им тот же мерчинворд или какой-то происходящий, забиваете слово расческа, можете оттуда просто вытаскивать огромное количество других расчесок, которые мог быть оказаться трендовыми. Реально, я вот могу сказать, что своим вот людьми, с кем я консультирую, кого, есть люди, которые находят такие товары, которые я не находил, просто они за, так скажем, заточены на поиск товара. Они пользуются приличными ресурсами программными, то есть тем же Jungle Scout, сейчас там звание, чуть-чуть ковыряемся. Ну, то есть, каждый по-разному, вот, но и можно спокойно, бесплатно. Facebook группа, у меня только, в которых я завезен, больше трехсот, или двухсот, уже не помню даже. Ну, там реально вы можете пробежаться, увидеть, но новичку это никак не поможет. Я просто сейчас вот себя ставлю на то место, когда я начинал совсем. Я и сейчас новичок. Вот, но сейчас просто у меня какой-то есть минимальный опыт. А тогда, тогда я не мог в принципе анализировать. Я просто вижу, просто товары, как в магазин зашел, я не знаю, они популярны, сколько им лет ими торгуют, какая там перегретая ниша, или не перегретая. Это уже такие костные факторы. Но вот именно то, что посмотреть и увидеть, что вы до этого не видели, вот это вот действительно как раз есть на ход. Та основная проблема еще новичка, что он хочет, вот эта проблема всех вот этих курсов, которые преподают, они дают как бы такую гонку, что надо быстро найти товар и быстро запустить его на Амазон. И порой эти новички, они не углубляются в этом внутрь, как ты говоришь, и не хватает того, что лежит на поверхности. Эти комариные браслеты, эти какие-то расчески, эти слайсы и тому подобные товары, эти йогаматы, на которых... Прыгалки. Все примеры, все примеры проводятся на йогаматах и этих каких-то... Силиконовых перчатках. Силиконовых перчатках и чеснокодавках. И меня это удивляет, когда такой новичок... Так я сам вперся туда, ё-май, сам туда вперся, понимаешь? Я могу тоже пару слов у вас сказать, когда я начинал тоже интересоваться именно справа по этому. Именно когда я искал первый товар, такие забросы, новинка типа, new, бестселлер 2017. То есть, вот именно в таком направлении как раз рискал. Ну, правильно. Как все, как все. Мы все там. Я об этом и говорю. Все там. Абсолютно. Да, да, да. То есть, это первый... Один из таких первых камней, от которых все спотыкаются, это эта широкая дорога, по которой идут все. Большим строем. С одинаковыми товарами. Да. И с одинаковыми критериями выбора. Да. А товары одинаковые, потому что критерии выбора одинаковые. БСА должен быть там, допустим, до 6 тысяч и так далее. Вот это все такой стандартный набор критериев. Хотя... Да. БСА не особо в этом плане дает какую-то... Он ничего не дает вообще. Вот сегодня один БСА, завтра другой, послезавтра третий. Он меняется каждый день как... Он, по-моему, раз в 2 часа меняется от продажи. В зависимости от продажи, раз в 2 часа, насколько я помню. Да, да. Вот поэтому это такой, как бы, критерий выбора. Я больше склоняюсь к такой штуке, что надо свое мышление убрать от такого стандартного, как мне сказал один парень. Я говорю, как ты выбираешь товар? Он говорит, я смотрю все эти курсы и делаю все наоборот. Поэтому надо делать какие-то другие нестандартные ходы, чтобы найти какой-то нестандартный товар. И реально его можно найти. Вот я прям реально вижу людей, которые их находят. То есть можно, их полно, их миллионы. В мире продается столько новых товаров, продуктов. На Абазоне миллиарды товаров, наверное, продаются. А мы находим какие-то, знаешь, одинаковые товары. И еще есть такая штука, которую тоже я всегда говорю об этом, что мы продаем на рынке Америки. Мы пришли к ним на рынок. И нам надо продавать то, что им нужно в первую очередь. То есть товар должен быть нужный американскому рынку, от обычного американца. Мы не можем взять консервный нож от советской банки какой-то, который открывает наши банки, и продавать там и думать, что почему эти американцы не хотят продавать, покупать такой классный нож. То есть надо понимать, что этот рынок из себя представляет и что им нужно. И самое такое основное, знаешь, за что у меня очень часто так болит сердце, что у наших людей такая психология, что мы любим продавать фуфло какое-то. Замернуть в красивую упаковку такой товар не очень хорошего качества и пытаться его впихнуть. Чего в Америке вообще никто не любит. Они любят качественный товар. У них есть деньги, и они готовы платить за качество. А мы, китайцы, тоже пытаемся наводнить Америку этим некачественными товарами. Я чувствую, что скоро это выльется каким-то боком в плане того, что все правила будут уже сочаться и уже сочаться в этом плане. Скажем так, в дропшиппинге это очень сейчас выливается. Те, кто покупают именно на eBay некачественный товар, завозят, ну то есть перепродают и получают бан. Очень быстро. В приват-прайбле тоже самое. Очень много таких стоит. Кто-то пришел в Китай, начиная с китайцами торговаться. Дешевле, 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 дешевле. Давай дешевле. Это, короче, следующий наш слайд уже. Мы к нему подошли. Это наша любимая китайская народная республика, которая полна как хороших товаров, так и такого, так сказать, некачественного мусора. Поэтому наш человек приходит туда и это очень распространено в таком нашем советском интерьере торг. Даже если тебе цена подходит, он тебе говорит, доллар – это цена. И это самая низкая цена. Ты все равно будешь торговаться. Ты все равно будешь давай меньше. Потому что ты всегда думаешь, что этот китаец тебе в три раза завысил цену. В итоге китаец говорит, да, я опущу тебе цену. Не проблема. Но в то же время он берет некачественные какие-то материалы и начинает клепать тебе согласно… Это, извините, это хорошо, если он говорит. Обычно он не говорит, а думает. А я тебе просто хуже сделаю материалы и получишь ты красивый товар. Правда. И в private label этого полно. Что люди создают label, делают упаковку более-менее нормально. Но туда засовывают какой-то непонятный товар. Дальше этот товар приезжает на Amazon. И мы начинаем думать, почему нам летят эти звезды. Сначала мы набиваем себе отзывов одни пятерки. Двадцать пятерок – супер товар. Человек-американец заходит, покупает этот продукт, ему приезжает товар – это куфло. То есть все вот эти проблемы, которые мы сейчас имеем с отзывами, это проблема тех людей, которые начали продавать на Amazon. Поэтому я всегда говорю, что если ты хочешь сделать из этого нормальный бизнес, в первую очередь ты должен продавать такой товар, за который тебе не стыдно будет сказать, что это классный товар. И отдать его за онзыв и сказать, сделай мне честный онзыв. Мне не надо пятерку ставить. Скажи просто свое хорошее, как говорится, хорошее среднюю, свое честное мнение о моем товаре. И ты уверен в этом. Если это такой товар, то ты будешь его продавать. И ты будешь не бояться, что даже если твой конкурент возьмет твой товар, напишет тебе единицу, ты с уверенностью можешь написать в суппорт Amazon и поднять там какой-то типиш и сказать, проверьте мой товар. Мой товар хороший, он имеет классные качества. И все люди, которые у меня покупают, написали мне 50 или 100 отзывов – это нормальные люди, которые купили. Это не те, которые я купил и так далее. Это то, что при выборе и изготовлении товара надо делать. Я, кстати, хотел бы добавить на свой опыт. Я никогда не переставал переставаться в private и достаточно очень часто заказывал sample, скажем так. И вот те товары, которые я находил, которые имели супер положительные пятерки, все отзывы, когда они мне просто подходили sample и я не мог понять, ну как, это реально стоит, что кто-то пришел. Вот это, вот это. И поэтому я просто подумал, что я чего-то не понимаю в этом и не начал так заниматься. Есть как продавцы с такой мыслью, точно так же есть производители, которые точно так же производят такой товар. Это, знаешь, цепочка, линия одной цепи. Когда каждый из нас понимает, что когда он покупает товар, он хочет купить супер классный товар. Но почему-то, когда он пытается продавать товар, он думает, что может продать фуфло какое-то. Но он реально находится на том же месте. Каждый из нас покупатель. Мы каждый ходим в магазин, мы покупаем какие-то товары. Мы хотим купить нормальный товар. Поэтому как бы это нормальная психология, когда ты сразу будешь какие-то просто правильно искать товары для продажи. Точно так же в дракшиппинге у тебя есть всегда выбор, какой товар продавать. Или фуфло для нормального качества. Если ты продаешь фуфло, тебе будут возвращать этот товар. В дракшиппинге, я знаю, основная как бы проблема, это возвраты товара. Правильно? Очень часто возвращают этот товар. Ну, скажем так, не основная проблема, но очень такая животрепещущая. Потому что, действительно, ну ты сам должен подбирать товар для того, чтобы его не возвращали. Скажем так, это тут ниша разная. Или, если ты берешь дешевку какую-то китайскую, да, и там на нее бросаешь нормальную маржу, там 50-60, серьезно, процентов, то ты, допустим, 10 продал, 2 вернули, ты, грубо говоря, просто деньги отдал и в плюсе все равно в нормальном остался. В таком плане можно действовать. А так ты можешь, конечно, подбирать хороших, действительно, как бы продавцов, у которых ты знаешь, что оригинал, и тогда возвратов не будет. Всегда хорошо и легко работать с качественными товарами. Пусть это бренд, не бренд, но если товар качественный, то человек, получая его, он имеет меньше шансов на возврат. Правильно? Конечно. Поэтому это, как бы, одна из таких тоже очень важных вещей, это после того, как мы определились с товаром, идем дальше в добленность на Китае для того, чтобы найти там хорошего поставщика, то очень главный такой критерий – это как найти этого хорошего поставщика. И тут есть два тоже таких пути, как я понимаю, основных. – или ты сам имеешь какой-то опыт в общении с этими китайскими поставщиками, производителями и так далее. И ты начинаешь с ними сам переговоры, пишешь письма, получаешь сэмплы, смотришь все, разговариваешь, может быть, где-то немного там торгуешься или еще что-нибудь. Ну, ведешь сам это все, так грубо говоря, в битве. Или есть второй вариант, ты можешь найти какого-нибудь, какого-нибудь хорошего человека, который находится в Китае и который тебе может помочь с этим поиском. И порой для новичка, я считаю, это лучший вариант, чем делать самому, если ты не имеешь опыта. Потому что на этом моменте можно больше сэкономить, чем больше сэкономить. сейчас я как бы объясню свою идею, что если ты новичок и ты не знаешь качество товара и цену реальную этого товара, то, допустим, товар стоит 2 доллара, его обычная цена на китайском рынке, и ты покупаешь хотя бы 500 единиц в квартире, а реально этот товар можно купить за 300 долларов, то на 500 единицах ты уже сэкономишь 500 долларов. За этот поиск человеку, который находится в Китае, ты можешь заплатить там от 100 до 200 долларов. То есть и 300 долларов – это твоя чистая экономика. Новички обычно боятся с такими людьми, даже не боятся, они хотят платить кому-то за эту работу деньги. Но реально такая работа стоит денег, и это работа экономика. на 500 единицах ты экономишь чистыми 300 долларов при такой схеме, при условии, если ты 200 отдаешь человеку, который тебе нашел этот товар. А часто, очень часто встречают таких людей, которые покупают дешевый товар за большие деньги. Он покупает товар, который стоит, красная цена ему, там 2 или 3 доллара, он покупает за 5 или за 6. Он покупает партию в 500 или в 1000 единиц, и если бы он заплатил нормальному человеку, который сидит там в Китае, который нашел голову, посмотрел, проверил 200, там уже 300 долларов, он все равно сэкономил бы немного больше, в десятки раз больше. Потом уже с китайцем, которому ты заплатил 5 или 6 долларов за товар, и не узнал в дальнейшем, что он реально стоит 3 долларов, ты уже его не опустишь на эти цены. Тебе надо будет искать другого поставщика и так далее. Поэтому в этом плане, если ты не умеешь искать сам товар, если ты не имеешь опыта, не имеешь возможности или по интернету все это решить, или поехать самому посмотреть в живую, то такой человек, инспектор, находящийся в Китае, это идеальный вариант для начала. У Дениса был уже пару этих лайков назад такой, был Володя, да? Да. И вот это очень хорошая альтернатива. То есть мы понимаем язык, русский язык, он общается с этими китайскими, на их языке идет классная коммуникация. Потому что я по своему опыту скажу, что люди Азии, они такие бракодилы. И порой не потому, что они специально это делают. Очень часто они просто такого уровня. У человека такие стандарты и все. И он выше этого не идет. Над ним надо стоять, чтобы он делал этот стандарт. Я много раз работал в Азии и мне приходилось самому ехать и в какое-то время контролировать целую партию, подбирать самому лично. Я знаю, как работают эти фабрики. Поэтому очень важный момент – это поиск такого хорошего поставщика и хорошего товара. И тут еще есть очень серьезный подводный камень – это бренд, патент, копирайт и все, что с этим связано. Что я часто сейчас вижу актуально в Дениса группе. Эти все штуки такие, где люди попадают на эти, спотыкаются в эти камни. И здесь очень есть хорошее противоядие или лекарство, я не знаю, как его назвать. Это просто не лезть в эти ниши. Не лезть в эти ниши, где присутствуют все эти патенты и все остальное. То есть они присутствуют, конечно, в каждой нише, но надо понимать, как можно уберечься. Есть, как бы, такие товары классические, опять же, если мы берем уже этот молоток, есть молоток – это классический товар, его невозможно запатентовать как нишу. Но сам молоток, если я сделаю какой-то уникальный молоток, какой-то этот бит-бит, сделаю какую-то классную форму, зачерчу его и так далее. То есть в нему можно сделать контент на него. Но если я возьму этот молоток и переделаю размеры, переделаю по своему усмотрению какую-то форму, я буду знать, что кроме меня его никто не сделает. В таком, с таким молотком я войду в эту нишу. Но есть такие ниши, которые не имеют вообще возможности запатентования какого-то, скажем так. Например, мячи. Если мы будем продавать мяч какого-то красного или синего цвета, ты его не запатить будешь. Очень много таких ниш, которые в этом плане не имеют возможности. То есть в них очень мало патентов. И этих ниш полно. Поэтому у нас нет такой возможности, у людей, которые только начинают работать на Амазоне, нет такой возможности заплатить каким-то патентным поверьям нормальные деньги, чтобы он каждый товар проверял, есть ли патент или нет. То есть это такой геморрой. Тут или самому надо что-то изменять, если ты хочешь войти в какую-то нишу, где может быть какой-то патент, то однозначно тут надо видоизменять. И поэтому тут надо или такие товары, которые не требуют для изменения больших каких-то пресс-форм, изготовления и тому подобных таких вещей, что это изменение простое. Потому что на первом входе ты не сделаешь большую партию. Для того, чтобы изменить, нормально кастомизировать продукт, для этого нужна какая-то определенная партия. Больше двух, трех, четырех, пяти товаров тысяч. Или ты входишь в такую нишу, где есть классика, где люди не патентуют, и невозможно запатентовать. Но если есть вот эти риски, то ты должен хотя бы что-то изменить. И это что-то, это должна быть твоя разработка. Я всегда как бы стараюсь, бьюсь за то, что выпускать какой-то товар, он был какой-то уникальным. То есть это то, чем ты можешь выделиться от других. Когда-то давно я в таких торговых участвовал. Рейли, как обычный супернтейлер, супермаркет, и тому подобное. И когда я приезжал со своим товаром в какую-то сеть супермаркетов, показывал свой товар, и они меня задавали всегда один вопрос. Чем твой товар отличается от десяти товаров, которые мы уже продаем? И мне надо было рассказывать это отличие, почему мой товар будет продаваться. По одной линии с другими. Поэтому здесь то же самое. Когда ты входишь в рынок, в первую очередь ты смотришь, какой товар надо сюда поставить. И чем мой товар будет отличаться от вот этой вот молотка, от вот этой отвертки и так далее. То есть он должен быть немного какой-то не такой, как все. Тогда у тебя уменьшаются все эти риски патента и так далее. Бренднейм тоже. То есть все эти... Или надо шерстить все эти сайты брендовые и так далее. Или надо постараться придумать что-то такое уникальное, которое тебя будет отличать от своего рынка. Но в дропшиппинге тут в этом плане, я не знаю, нету наверно, да, Паш, этих проблем? По поводу патента ты имеешь в виду? Есть там приват клейбл, в который ты цепляешься, там очень много в этом плане подводных камней, да? Ну, дропшиппинг и подводных камней вообще намного больше. Я думаю, в десятки раз больше, чем приват клейбл. И патент, то именно, если ты цепляешься к товару, у которого есть патент, вот именно интеллектуальная собственность какая-то, и позже упасти бренд какой-то известный, то это... В этом плане баны идут в основном. Закрывают и все, и до свидания. Как дропшиппер определяет патентный этот товар или нет? Какой у тебя есть метод? Как ты видишь? Во-первых, как бы, ну, ты, ну, опять же, сам действительно понимаешь, если это какая-то новинка, если там написано, что показывает на ТВ, если в заголоке есть имя бренда, и оно идет первым там, или третьим словом, само название магазина об этом говорит. Ну, как бы, тот, кто продает, обычно он называется так, как бренд. Опять же, FBA, типа, если человек на FBA, то тоже более вероятность того, что у него бренд. И, конечно же, самый такой, как бы, маркер, это то, сколько человек туда уже прикрепились. Если там уже 23-50 человек на этом товаре, то можно со смелостью идти туда и цепляться. Да, можно смело цепляться, да. А если там, извините меня, один-два человека, то уже очень большое подозрение на то, что это бренд, патент. Это очень похоже, когда ты входишь в нишу и смотришь, если этот продукт продает всего один-два человека, а этот продукт супер популярный, то вопрос, почему всего два человека. Да, 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 ты сразу понимаешь. Опять же, тоже ты натолкнул на правильную мысль, то, что ты смотришь, продается, есть ли еще листинки с этим продуктом. И просто бывает такой продукт, вроде он, кажется, и ноу-хау, да, какая-то, тут же этот Гарлик Плэд, пресс ваш и эти все дела. И ты вбиваешь, а там этих, как бы, одинаковых товаров, идентичных товаров, вот как у Дениса Перчатка, да. И бренды все одинаковые, то есть все разные, все разные бренды, и как бы, ну, извините меня. Тут понятно становится, что никакого, как бы, патента там уже нету и бренда особо нет. Бывает еще один момент, что этот патент пока еще не получен. В разработке, да. Что продают 30 человек этот продукт, но кто-то из этих 30 подал на патент и делает его. И все это продают и ждут или не ждут, а не ожидают, что скоро придет тот час, когда человек получит патент и скажет, ребята, все давайте идите гуляйте. Да, если человек более-менее добрый, то он заранее скажет, я уже делаю патент, ребят, идите гуляйте. А если он не добрый человек, тогда он сделает патент и, по-моему, Амазон напишет, пускай эти ребята идут гулять. И они не то, что гулять пойдут, они просто в бану идут. Ну, просто Амазон, например, закрывает. Есть ли мы такие люди? Да. В бане. Есть разные развязки такие, вот такие события. Но, опять же, знаешь, тут это, когда входит такой не совсем честный грудь, он может, не имея патента, даже не имея подачи, уже написать у себя. Конечно, да. Что я когда-то делаю патент. Но тут уже остается за тобой это тоже. Ты смотришь маркеры, ты все взвешиваешь, ты задаешь правильные вопросы, как бы, ну, ты знаешь, если человек подает на патент, то у него уже что-то есть. Ну, чтобы тебе показать, правильно? Да, да, да. То есть нормальный человек, который уже подал, у него есть все документы. Он пришлет номер заявки, которую он подал, раз, и все, и все вопросы. Он может сертификат тебе, там, бренд, подписываться, как мнение. Да, поэтому, как бы, одна из таких штук, это вот этот патент, это очень такая, в этом плане, сложный момент такой, очень серьезный этот камер, который масса людей тоже ее знает сейчас. Протыкается и имеется эти проблемы. Ну, да, у нас же, как бы, вот и все курсы. А что там, посмотрел, завез в Китай все эти, не боятся бы. Зашел на сайт, посмотрел, патента нет. Да, нормально зашел на список брендов, типа, брендов нет, все нормально, погнал. Ага, китайцы, у китайцев можно спросить, я тоже говорю, а вы спросите у китайцев, есть ли патент. А они, да нет, нет никакого патента, что вы. А сами, а сами уже десяти рынки продают, один и тот же именно товар с той же доработкой. А тебе говорят, мы только для тебя вот сделаем доработку сюда. Да, да. Поэтому это такой вопрос, который лучше всего, лучше всего лезть в такие ниши, которые мало имеют возможности для этих патентов и так далее. То есть более такие распространенные товары, но этот товар делать каким-то хорошим, уникальным самому в первую очередь. И это даст тебе шанс в будущем, что если этот твой классный товар пойдет, то ты сам подашь быстро на этот патент и запатентуешь и будешь его продавать. Все. Это хороший, как бы, путь. Ты придумал какой-то небольшой ноу-хау, заслал, он начал продаваться. Если ты видишь перспективу, что одно будет продаваться еще, допустим, полгода-год, подаешь на патент, это не суперкосмические деньги, этот патент. Подаешь на патент, зарабатываешь. Это уже называется серьезно, занимайся делом, серьезная игра. Многие думают, вот, типа, увидел там рекламу, да, кнопка бабло. Зашел на Амазон, ну и давай, там, вдруг шейпинги, там, правила, и сейчас буду косить бабки. А тут, оказывается, рынок, на самом деле, очень большой, тем он привлекательный. Но он имеет, реально, правовые экономики, которые нужно соблюдать. И если ты их не будешь соблюдать, то ты же не в Китае находишься, в конце концов. И поэтому это такая, это тоже очень важный момент, на который надо обращать внимание и подходить ему серьезно. Дальше, когда мы уже выбрали этот товар, все, определились, запустили его в продажу, произвели. Следующий супер важный шаг – это проверка этого товара на качество изготовления и на брак. Потому что, какого бы не было хорошим китаец, как бы он красиво все тебе не рассказывал, и открытки несла в тебе, и хао айо каждый день, поздравляя тебе со всеми праздниками, по-любому он будет, типа, пытаться суметь какой-то брак или старый товар, или какого-то предыдущего суперщика, который произвел, или отложил некачественно. Поэтому, опять же, мы возвращаемся к тому, что какой человек необходим к питанию, который будет смотреть твой тварь. Или тебе… Или в Америке уже. Или в Америке, да. Но это уже ты можешь попасть на доставку. Да. В Америке ты попадаешь на доставку, и в Америке что ты будешь делать с этим товаром, если ты отберешь половину некачественного товара. Тебе или надо будет обратно посылать китайцам этот товар, то есть это двойная доставка. Ты туда пришел, обратно пришел, и опять-таки китайцы должны за свои деньги, получается, послать тебе часть этого товара. Поэтому в Америке не очень хорошо. Это лучше сразу делать на этом китайском заводе. Или хотя бы посылать это на инспектор где-то на перевал. А, ну как бы я еще думаю, что этот инспектор должен быть хотя бы не совсем китайцем. Нет, однозначно, инспектор лучше. Идеальный вариант, чтобы он был какой-то русский. Ну да. Или англоязычный, если у тебя есть. Англоязычный, да. То есть какой-то однозначно не китайец. Потому что китайцы с китайцами, я очень часто слышал. В случае так говариваются за процент, и тот закрывает глаза. Я просто сам договаривался, ну то есть в начале опять. Нашел знакомых в Китае, нашел подругу, которая серьезно даже там работала. Ну на предприятии. Говорю поедь, посмотри, там ну сэмпл посмотри. Она такая на следующий день пишет. Все нормально, я посмотрел, все можешь покупать. А на самом деле оказалось, что она даже туда не ездила. Ну что в таком плане. Да, да. То есть это должен быть нормальный человек, адекватный, которому ты можешь доверять, который заинтересован в своем каком-то имени. То есть он просто выполняет свою работу. Просто такому человеку опять же надо платить нормальные деньги, потому что он выполняет нормальную работу, большую работу. Если он проверяет партию тысячу штук в единице товара, допустим, стоит 5 долларов. То есть он проверяет на 5 тысяч, допустим, того товара, то заплатить 100 долларов за эту твою проверку – это вообще ничто, как по мне. Да. Потому что в итоге ты с этих денег заработаешь, допустим, минимум 5 тысяч. Что такое 100 долларов? А потерять можешь, когда он придет в нем хотя бы 20-30% будет некачественного товара, ты потеряешь намного больше. Ты потеряешь все эти деньги, которые ты потратил. Потому что посыпется куча негатива, отзывы, продажи твои будут медленные за это и так далее. Поэтому на вот этих вещах не стоит экономить. Есть такие железные вещи, на которых четко каждый должен понимать, что это не те места, где надо экономить. Есть места, где можно и нужно экономить. Но инспекция – это одна из главных вещей. Или ты едешь сам, инспектируешь, если ты имеешь возможность. Или ты как будто платишь небольшие деньги, и этот человек делает это там внутри страны, в которых ты производишь этот продукт. Поэтому этот шаг по-любому нужен. И это такое производство и проверка этого товара. Дальше, после этого, есть вещи, которые тоже много людей на этих камнях потыкают. Это оплата товара. Есть куча все разных систем, куча способов и так далее. И порой люди пренебрегают такими элементарными вещами. Что бизнес на Амазоне, он кажется полностью электронным. Но эта вся электронная система, она нуждается в договорах. Точно так же, как и в обычном таком офлайн бизнесе. То есть, я всегда, когда оплачиваю какой-то товар или договариваюсь с производителем, я всегда заключаю договор. По-любому. И в этом договоре я стараюсь оговорить все нюансы. Вплоть до того, что поставщик не имеет права, если я делаю свой правильный проект и немного где-то изменив продукт, я пишу пункт, что поставщик без моего веда он не имеет права никому этот товар произведения. Потому что это мой продукт. И дальше идут все такие стандартные штуки. Это стоимость продукта, описание его, фотографии, количество, вопросы доставки могут быть оговорены, если поставщик отправляет их и так далее. То есть, это все должно присутствовать. То есть, вопрос оплаты, это уже, как правило, есть, как я так сейчас вижу, несколько более-менее систем безопасных. Это PayPal. Многие пользователи трейда шури на Анидогу. И есть еще один способ, который я часто пользуюсь. Это, если ты имеешь какого-то знакомого, который имеет китайскую какую-то компанию, это самый идеальный способ. Ты даешь деньги этому знакомому, и эта знакомая китайская компания покупает для тебя этот продукт. Сейчас, кстати, появилась возможность, очень удобная для многих турбайнер, в принципе, в Китае он появился. Что ты знаешь об этом и вообще? Ну, это китайцы просто, многие китайцы производители не открывают себе этот пионер карту и на нее принимают деньги. Я сейчас в болванке сразу пишу. Раньше мы писали там всякую муру, а сейчас пишу, работать вы с пионером или не работать. Если не работаете, я, соответственно, связываюсь здесь с товарищами, им говорю, вот такой производитель, отправляйте менеджера из Китая, ну, который в Китае, у них есть предстоительство. И они как бы, если более-менее крупный клиент особенно, они более-менее проводят удачные переговоры. И очень многие сейчас подключаются на пионер, так что… Да, те китайцы, которые работают с людьми, которые торгуют на Амазоне, стараются сейчас открыть себе этот пионер, потому что они знают, что многих… Да это удобно, реально удобно. Так это выгодно реально. Конечно. В пионерстве безпроцентные переводы вообще перевел. Ну, там, конечно, уже съемка, понятно, что они теряют, но вообще безпроцентные переводы вообще ничего не теряешь. Да, безпроцентные переводы быстро. Да. Я начинаю с вопросом, заключается именно в безопасности. То есть PayPal, он тебе гарантирует… Да, да. Trade insurance тебе гарантирует сделку. Да, пионеры этого не гарантируют. Поэтому… А пионер, что, через Trade Insurance нельзя платить через эту карту? Не, можно. Ну, вот и все, я мочу. Через пионерам, через Trade Insurance все то же самое, как обычной MasterCard карты. Только у них должен быть счет в пионере. Вот и вся разница. Ну, я скажу так, что PayPal и Trade Insurance в этом плане как бы хороши, но самый лучший вариант – это, когда уже есть симбиозные объемы, это иметь в Китае какую-то фирму, которая на китайском рынке работает. Потому что, когда идет какая-то непонятка, судебная тяжба, то пионерами с PayPal подключать в эту всю, как бы, местную штуку – это много волокит. А когда китайская фирма судится, скажем так, грубо говоря, с китайской фирмой, то это уже она… они действуют, попадают под законы Китайской Народной Республики. Это все-то просто и легко делается. У них закон очень четко работает. То есть, это не так, как наша волокита коррупционная, что там заплатили деньги. дело идет, там, три года длится, и, в конце концов, ты проигрываешь. У них система судебная, которая вся очень быстро, четко работает. Кто прав, кого быстро вычисляет. Поэтому, когда какая-то китайская компания, вопрос второй уже, может ей владеть какой-то русский человек или иностранец какой-то, но он участвует в этой всей правильной системе. То есть, это один из таких идеальных вариантов. Уже идет PayPal, уже идет Trader Shurex. Но это когда такие мелкие и средние обороты. Когда уже идут большие обороты, то лучше уже и саму открыть там в Китае компанию, или просто нибудь вот там. То есть, уже там и все эти вещи. Поэтому, ну, на начальном и так и однозначно. Это, как по мне, мне почему-то легче всего PayPal в этом плане. Я плачу 30% PayPal предоплата и 70% Trade Insurance, потому что проще забрать деньги, если косяк. Но зато он работает всего, насколько я помню, 2 месяца. А PayPal можно, я предъявил через 4 или 5 месяцев. И мне все вернули. Я что-то слышал, что по Trade Insurance еще у китайцев возникают какие-то вопросы с НДС. Ну, непонятная там история. Это Владимир это все рассказывает. Я не знаю. У меня не было проблем ни разу. Я не знаю, но слухи такие проходили, что многие китайцы, может, они просто манипулируют этим, знаешь? Ну, да. Тут вопрос, как переговоры провел. Мне вот, я переговоры провожу, письма написали, определились, ты юридически, а я больше на переговорном уровне. То есть, инвойсы, чтобы подтверждение было, что вот это вот все. И я как бы получаю на старте ту цену, которую мне надо. И у меня всегда есть как минимум два, а желательно три примерно аналога. И если мне второй аналог что-то начинает там просто не нравится, я сразу его скидываю и все. У меня даже в голове нет. И вопрос, как переговоры проводить просто не надо. Если проблема классные товары не может найти производителя, действительно надо искать посредник. Потому что бывают действительно классные товары. Но не надо зацикливаться на плохих поставщиках, производителях. Потому что с ними будут всегда проблемы. Я на такие не попадаю. Просто мне чуть-чуть не нравится, я вот сразу досвидосываю. То есть, у меня даже нет. У меня не выходит на связь. Нет нормального контакта. До свидания. То есть, переговоры ведется достаточно просто. В плане того, что должна быть опять же симпатичная поддержка. Должна быть как-то всем приятная, удобная и интересно работать. Нормальные люди, все хотят работать. Я хочу работать. Кого я консультирую, хотят работать. Те из китайцев, с которыми мы работаем, все хотят работать. Там не сидят аферистов. Там нет обманщиков. На обманщиков можно попасть, если вы ищете там супердешево. Или какие-то там, я не знаю, какие-то партизанскими способами вы находите. Я даже, я не знаю, периодически мне такие вещи там показываешь. Я просто не понимаю просто, как так можно. Вот. Ну, реально. А если нормально, обычно, классически все делать, обычно, именно обычно. Вот. То вы находите при прочих равных, при конкурентной борьбе, находите просто лучшего. Чаще всего просто, чем круче завод, чем он качественнее, чем он красивее, тем у него крупнее МОК, и тем у него чаще всего менее, так скажем, гостеприимное, менее, так скажем, дружественное отношение к мелочевке типа нас. Потому что нормальный производитель, ну, я не знаю, там, от трех тысяч. То есть нормальный производитель от трех тысяч делает. И выше. И выше. Крупная фабрика, она же интересована в мелких таких вещах. Да, и из-за этого Alibaba, имейте в виду, это мелкие производители, это, соответственно, крупные оптовики и мелкие оптовики. Вот и все. Иногда даже легче купить у какого-то трейдера. Да я сам начинал торговать. Я спрашивал, а почему она говорит? Ну, вот сам пойми. Я прям выбирал и меня, мануфактуру так я не выбрал. У меня в конечном итоге, вот когда я начинал один из вот этих товаров, мануфактура, дали мне классную цену. Я выбрал бренд классный. Ну, прям вот реально качественно. Мне все понравилось. Отлично. Цена была такая же. И, соответственно, достаточно молодая контора. Двухлетняя всего, по-моему. Trade insurance 1 или 2 года. Я начал просто общаться. Та контора, которой вот 1-2 года, она мне и private label сама нарисовала. Я ей прямо сфотографировал на iPad и просто на леске бумаги нарисовал примерно. Она мне несколько вариантов скинула. Она говорит, мне вот это устроит. Мы хотели многоцветный. Она мне и цвета, и так, и так. Потом по деньгам прикинули, а одноцветный сделали, и все. Вот. Плюс минимальная партия. Цена у нее была нормальная. При уже там 500 штук, а не 1000, как у того классного производителя. То есть она во всем, во всем превосходила. И я ее прямо реально качал. То есть я прямо ей такие вот именно провокационные вопросы задавал в цвет. Хоть я и не владею сильно языком, но большого мне надо. То есть я ей прямо задавал. Вот у вас один год trade insurance. И она мне отвечала, как я именно ответил бы ей. Меня все устроило. В принципе они меня не подвели. Единственный был косяк вот этот, с которым я там мучился. Это недокомплектованность моего набора. Но это опять же просто элементарно надо было проверять. Но я в те времена, когда это был июнь, там что у нас там май. Я таких людей даже и слыхать не слыхал. То есть у меня это был тестовый товар. И мне было просто интересно, как все это вообще происходит и механика сама. Так что если бы проверка была нормальная, то не было бы этих вообще проблем. И мне они все компенсировали. Без скандалов, без всего. Если ты сейчас знал эту информацию, ты бы уже не экономил бы на это. Конечно, конечно. Однозначно. И то, что вот сейчас вопрос я видел о том, что посоветовать, мы советовать никого не будем. Здесь рекламой не занимаемся. Их реально очень много. И ко мне за последние две недели обратилось четыре или пять этих, как это называется, посредников в Китае. Вот. Я постепенно буду всех выводить на равных прочих. Вот. По большому счету это не реклама, денег мы здесь не зарабатываем, а вы уже выбираете те варианты, которые есть. Просто лайвов на всех не хватает. Но постепенно, потихонечку кто-то отсеивается, кто-то приходит опять. То есть я, в принципе, даже с теми же посредниками общаюсь в том плане, что не хотелось бы повторения одного и того же и прийти и рассказать свой прайс и цены. А хотелось бы послушать какие-то уникальные предложения. А самое главное предложение для меня лично, вот сейчас на данный момент, чтобы может быть кто-то еще послушать из них, это реальное конкурентное преимущество. Что вы можете сделать, чтобы я получил конкурентное преимущество? Это или цена, или какая-то кастомизация. То, что ты говоришь, например, изменить товар. Блин, я 300 штук хочу привезти или 500, то мне его менять будет. Я могу только упаковку его кастомизировать, наляпать какую-нибудь там нашивку или наклейку или там голограмму. Это хороший момент, хороший такой представитель Китая, хороший представитель Китая должен уметь находить такие компании. Согласен. И договариваться за маленькую партию кастомизации. Согласен. Я из этого и им говорю. Находите какую-то маленькую мануфактуру, у которой он может в крупной паблике взять основной какой-то ингредиент и в маленькой мануфактуре его изменить. Все правильно. Почему костюмы шьют, самые дорогие костюмы шьют ручной работы? Вот в этом весь смысл. Почему лучшие курсы, это именно консультации, и они самые дорогие, личные? Потому что это передача, это личное общение. И здесь то же самое. Я об этом и говорю всем до одного. Вот этих посредников, которые не занимаются, они не форвардеры, а основная масса. Они все занимаются тем, что они переупаковывают, они считают, они консолидируют, они отправляют, перевозят. То есть они занимаются именно услугами сервиса. Именно сервис. И победит тот, у кого будет реально круче сервис. Не факт, что самый дешевый, а именно нормальный. Там нельзя сэкономить реально. Тут час потратил, а тут два часа. У вас небольшой экономик. Логично должно быть все. Да. Если в другой город ехать, вы сами поймите, проверить, это будет бензин, это будет время. Деньги во всем цивилизованном мире все оплачивается во времени. Квалификация умноженная на время. И все. Если человек едет далеко, он, соответственно, вешает на вас затраты свои и, соответственно, считает свое время, сколько бы он за это время мог заработать на чем-то другом. И все. Достаточно все просто. В идеале, если мы таких людей будем иметь в каждом основном городе, типа Гунжо есть хороший классный человек, Ио есть классный человек, где-то в Шенжине есть классный человек. И все. Это идеальная схема. Постепенно нарабатываем ее, проверяем, улучшаем. И у них конкуренция нам даст лучший сервис. Правильно? Если они расслабляться будут, тоже плохо. Потому что должна быть нормальная здоровая конкуренция. Не надо ломиться за супер дешево, надо ломиться именно за сервисом. И самое важное, еще раз говорю, это реальное конкурентное преимущество на Амазоне. Если они вам помогут сделать, я таких ищу. И мы также работаем с некоторыми, то есть вот с Владимиром, например, у меня есть этот, как его звать, лайф с ним. Он рассказывал о своей работе. Будут, я думаю, другие интересные люди, которые будут рассказывать какие-то другие услуги. Вот. Но не загоняйтесь. У меня есть человек, с которым я познакомился, самым первым в теме Амазона. Он до сих пор товар не запустил. То его это Сара два месяца или три полоскала, и товар не отправляла. То что-то там пропало, то еще что-то. Переупаковали, коробки раздулись, из него денег сосали. То сейчас с Амазон какие-то проблемы. То есть вот бывает вот так вот. То есть где-то как... Сара и Джимми и кто там? Винни. Сена. Сеня. Сеня. Это у нас следующий слайд такой. Понятно. Но это именно форвардеры. Я имею в виду, кто-то может не понимает разницу между форвардерами и посредниками, которые услуги делают. Всякими мелкими. Форвардеры занимаются именно уже доставкой. То есть они покупают какое-то место на самолете, на проходе и так далее, контейнеры. Вот. И туда делают сборную отгрузку. Как правило. Бывает, конечно, не сборная. Все по-разному. Но они занимаются именно логистикой. А посредники не занимаются логистикой. Они занимаются именно услугами различными. Совершенно. Поиск товара, выбор товара, консолидация и все остальное. Они могут помочь с поиском хорошего форвардера или отправить напрямую через какую-то службу доставки? В конкретный период времени. В конкретный период времени бывает именно, что они знают, что там дешевле и тут дороже. Потому что груз бывает там, добить надо. Или, например, на оборот, на начальной стадии там контейнер забивается и дольше сидеть будет. То есть, они действительно, если у них логистический, насколько я знаю, мне рассказывали, чуть ли не там не улица этих логистов. Говорят, мы на этой улице сидим. И то есть, у нас есть заказ, мы там сервис все сделали, товар. Говорят, я чуть ли не по офисам пробежался, у кого сейчас отправляется груз максимально быстро. Я говорю, туда и отправляй. За это нереально заранее что-то там спланировать. Ко мне люди обращались, у некоторых есть программное уже обеспечение. То есть, забиваете все данные свои и уже более-менее цены вылазят. Все по-разному работают, короче. Один, это тоже, здесь лежит очень тоже такой довольно-таки большой камень, это в этой отправке. Чем им отправлять? Или форвардером, или поставщиком. И самый на начальном этаже, самый безопасный способ, это чтобы поставщик отправил какую-то компанию сам. УИТЕЛЬ, УПС, ПЭДЕКС, или какой-то СФ Эспресс. То есть, чтобы это было взаимоотношение напрямую. Поставщик продукт произвел, привез УПС, отправил и имеет все договорные отношения сам с этой компанией. Потому что если случится какая-то проблема с этим продуктом, то разбираться будет ваш поставщик. Деньги будут, то есть, тоже вот. А если вы решили сэкономить, допустим, на начальном этапе доллара, и отдали эту посылку какому-то форвардер, этот форвардер эту посылку подканул в какой-то еще большой груз сборный, этот сборный груз поехал где-то там на какой-то перевалочной базе, если что-то случилось, то дальше это с этим форвардом очень тяжело что-нибудь вытащить. Не застрахован груз, там и все, и привет. Он ни за что не отвечает. Так, поэтому с форвардами можно работать, и это нормальная штука, но это уже потом, когда у тебя в продаже, когда ты можешь час послать так, час послать так, когда ты знаешь этого форварда и т.д. и т.д. Поэтому это такой процесс… На вторую партию скажем так уже? На вторую, может даже на третью. Вторая обычно идет довольно-таки быстро, и вторая партия она еще отбивает вложенные средства. Поэтому с форвардами можно баловаться или рисковать, когда уже ты все отбил, когда уже есть какая-то прибыль, и ты уже ищешь варианты экономики. Например, хочешь послать в море, сыграть в долгую какую-то… Ну разделить просто груз, да и все по урону. Да, разделить. Одну часть груза послать быстро, вторую большую часть послать в море, когда ждать там 45 или по месяцу, пока кто идет. Но тем самым ты сэкономишь, можешь довольно-таки небольшие деньги, немалые деньги сэкономить. Когда есть объем серьезный, когда это вес здоровый, то суд может быть даже в десятке тысяч экономить. Это культурские перевозки. Для этого нужен объем. Есть еще один такой вариант, еще один вариант, такой так называют лайфхак, где человек, новичок, как он может сэкономить здесь, в этом моменте. Например, бывает в Грузии, допустим, продукт сам дешевый, стоит несколько долларов сам продукт. Но его транспортировка, из-за того, что он в виде тяжелый объем, она занимает довольно-таки серьезный процент. Например, продукт стоит 3 доллара, а его транспортировка стоит в виде столько же 3 доллара, вплоть до того, что на 5 стоит, ложится 5 долларов на себе стоит. И когда ты покупаешь, допустим, на тысячу единиц продукты, может не покупаешь, а заказываешь, твой поставщик. И для того, чтобы была выгодная цена, надо минимум тысячу штук произвести. И ты хочешь произвести эти продукты, но не хочешь сложить в это все 5 долларов на доставке, не 3 доллара на продукте, это получается 8, это 8 тысяч кончая. Но ты реально первые партии не готовы выложить такие деньги. Поэтому я тут иногда поступаю в такие условия. Я договариваюсь с поставщиком или, если есть инспектор, человек, который помогает тебе, ему есть вот этот склад, договариваюсь, что просто производи тысячу, я тебе заплачу за эту тысячу. Но отправь мне всего лишь 500 единиц. А 500 единиц остави себя на складе и ты мне отправишь через месяц. И это хороший вариант экономии средств и времени, что когда ты отправишь первые 500 штук, они придут на азот, ты начнешь продавать и за этот месяц ты вытащишь уже какую-то сумму. И ты уже с этой суммой можешь заплатить за те остальные 500 штук или за, скажем, даже за ту доставку, которая ложится большим кругом на этот продукт. И ты уже заплатишь не из своего кармана, а заплатишь уже с прибылью, которую ты получишь с продаж первые какие-то кошки. Это такой вариант, который очень хорошо для хозяйственника, который будет сразу к нему. Парк, я не знаю, стоит ли мне тысячу завести. И вопрос, помимо того, что когда ты заведешь эту тысячу, она будет приезжать на складе Амазона и ты будешь купить за ее хранение. Немалые деньги, особенно в месяцах праздничных, октябрь, ноябрь, декабрь, когда хранение стоит колоссальных средств. Это тоже хороший вариант экономики. Идем дальше. самый такой, когда мы уже подходим к концу, самый такой главный момент всей этой торговли, это когда товар попадает на Амазон. Мы уже прошли все эти, можно сказать, трудные, но в то же время легкие вещи в сравнении с этим последним шагом. Тогда его надо продать. То, чего мало кто в этих всех курсах и обучителях всех системах учит. То есть, как сделать так, чтобы товар начал продаваться. Этот маркетинг, так называемый. Я первым поставил такую свинью с молотком, потому что это та вещь, в которую стоит на самом деле вложить денег. Это очень важная вещь. Это сделать качественный листинг. Заплатить или хорошо проработать всю систему SEO с битьевыми словами, PPC и тому подобное. То есть, это та вещь, в которой нужно инвестировать деньги. То есть, здесь не пройдет такое, что я здесь где-то сэкономил. Я фотографии не хочу платить за качественные фотографии. Я не хочу заплатить дизайнер за качественный дизайн. Я не хочу заплатить копирайтеру за качественный копирайтинг. Я не хочу платить кому-то или сам не хочу тратить и так далее. Эта вещь просто самая такая основная вещь, на которой тоже я вижу очень много людей просто спотыкаются. Он проделал такой колоссальный объем работы, нашел этот товар, изготовил, промурыжил все свои нервы с этими китайцами и со всеми остальными доставками, приносит тромфа, как правило вас, а он выглядит вообще никак, не думает, почему его не покупают. Это один из таких очень главных и очень серьезных моментов. Люди не хотят платить деньги за какие-то программы или плагины, которые позволяют мониторить весь этот процесс. После того, как ты создал хороший листик, тебе надо видеть динамику. Как, кто-то недавно говорил, это как приборная в досках в машине, спидометр и все эти показатели. Тебе надо видеть, куда ты едешь, как продается продукт, как он двигается по этим всем лестницам, страницам, по позициям ранжирования и так далее. Но ты про up the one говоришь? Ну, не только up the one. То есть много... Кеверт-инспекторы и всякие. Начиная от того же кеверт-инспектора, который позволяет... то есть есть два варианта. Или ты сам рыщешь, копаешь весь этот Амазон, Гугл, Монтинворд и всякие и тому подобное. То есть... Или ты пользуешься каким-то инспектором, то есть ты проводишь работу. Есть бесплатные сервисы, а не сплатные. И точно также тот же Amazon One. Amazon One есть и у других, которые выполняют примерно те же функции. Но они все стоят средств. Обычно люди экономят на это. То есть никто не хочет покупать эти программы на начальном этапе. Хотя они необходимы по-любому. То есть если ты уже вошел сюда, то ты будешь готовым потратить на создание риска нормальной деньги. И будешь потратить на вот эти хотя бы пару плагинов, которые тебе будут давать возможность видеть реальную картину, что происходит. Я когда спрашиваю у ребят, как вы контролируете этот процесс, где находится ваш продукт. Мне говорят, что я вручную смотрю по страницам. То я понимаю, сколько это надо времени, что реально если был пятьдесят пятеных слов, фраз каких-то, будешь каждый день просматривать, где-то находясь на третьей странице. То есть это колоссально потерянное время. Это время можно потратить на какую-то нужную работу на самом деле. Лучше заплатить двадцать долларов за тот AMZ1 и утром открыть этот плагин, и ты видишь сразу всю картину. Насколько позиции твое ключевое слово продвинулось, насколько упало, что и так, что происходит. Я скажу больше, что при правильном подходе Амазон не дает понять тебе по какому ключевому слову у тебя она покупается, но при плагинных подходах это можно примерно наблюдать по такому трекингу и какой-то программе. То есть ты видишь, сколько у тебя продаж такого продукта, ты видишь какие ключевые слова резко поднимаются вверх, какие опускаются вниз и так далее. Это не точная, но приблизительная картина, которая дает тебе понять, где у тебя идут продажи, с какой стороны. То есть я считаю, что это… То есть если вся работа, которую мы проделали до этого, по находению поставщика, она мы проделали, и ее можно оставить, если не забыть про нее, хороший поставщик, если можешь годами работать, не искать нормальный поставщик, то это работа, которая постоянно требует каких-то вложений, улучшений и так далее. То есть ты постоянно готовишь. Поэтому это как, когда катаешься на каких-то лыжах или коньках, допустим, и есть две большие разницы. Когда ты одеваешь какие-то дешевые коньки, когда ты одеваешь коньки какого-то качественного бренда. тебе в них ехать намного проще, когда ты научишься ездить, чем когда ты сразу начнешь ухититься с каких-то дешевых вещей. Это вот эти вещи, на которых на начальном и так оно кажется, что это будут какие-то затраты, но это принесет больше плюсов, чем минус. То есть ты потратишь, вложишь сразу на хорошие листы, и покупатель, который зайдет в тебе внутрь посмотреть, у него не будет шансов выйти назад. То есть он зашел, смотрит, все блестит, все супер, товар классный, я покупаю. Если ты на это все экономишь, ты получишь минус конверсии, минус продажи и все минус темного. Просят погромче, если это возможно. Сейчас сделаем. Да. Я сейчас сделаю, не надо кричать. Сейчас вот вроде должно получше. Да, давай Евгений, продолжай. Мы так часа на четыре. Часа на четыре. Еще вопрос даже не начали, а он все никак про это не закончится. Про продвижение. Продвижение. В любом случае, помимо всех программ и всего остального, у многих проблем, когда с индусами там, не с индусами, комплексно. Нет комплексно, есть какие-то рывки, соответственно, у вас идет потеря. Не забывайте про бусы вначале. Если вы только через индусы продвигаете, продвигаете только одну фразу. И если вам повезет, она зацепится и потихонечку подцепит органик и все постепенно начнется подниматься, это надо очень долго держаться. И за это по продвижению там все не просто, скажем, товаром по-разному. Кто-то на ППЦ упор делал, кто-то на индусов, кто-то еще. Но в любом случае у вас должен быть товар, как Евгений сказал, суперподготовленный. Лисин должен быть вышкален, фотографии должны быть сделаны нормально. Не надо самим оценивать их. Дайте людям, нейтральным что ли, я не знаю, другим фотографам. Специалисты любят друг друга опустить. Но вы можете послушать тех, послушать тех и понять, насколько у вас действительно качественно или нет. Вот. Потому что очень часто действительно. Ну вот ко мне кто обращается по фотографиям, когда я товары вижу, все равно кого-то консультирую иногда. И получается так, что фотография одна из десяти у кого нормальная. Наверное, у двоих из девяти они более-менее приличные, просто они композиции неправильно сделаны совершенно. То есть, ну просто сфотографировали непонятно что, а людям-то надо товар понять, пощупать его, хотя бы визуально. А все остальные вот семь из девяти – это просто полный отстой, какой-то шлак вообще, там любительские фотографии. Не видно ни… Ну вот самый такой яркий пример – это первый трасс-фокус. Т.е. Задний план, передний план, то есть невозможно даже рисовальщики, которые в фотошопе даже отрисовать нормально не могут, потому что идет раз фокус серьезный. И второй момент – не видно фактуру. То есть вот представляете, можно фотографировать там какой-то материал, ткань или там какой-то рюкзак, например. И вот из приближения даже не можешь видеть фактуру. Чего он сделан? Из джинсов, из пластика, из резины. То есть из чего он сделан? То есть настолько его сделали вообще непонятное пятно какое-то, что оно скорее оттолкнет, чем приближение. То есть это люди тоже его обрисовали каким-то образом. Там, я не знаю, рендеринг сделали они там, я не знаю. Может они там через бесплатную программу или через платную прогнали в автоматическом режиме. То есть работу потратили пять минут, денег содрали, до свидания конверт. Я не знаю. Но смысл такой, что фотография должна быть настолько качественной, что вот она как будто вот лежит. Вот это и есть, наверное, 3D, я не знаю там или что это. Но вот она вот как будто вот она стоит у меня на столе передо мной, что на экране, что и здесь. Вот тогда действительно это вот нормально отличный листинг с нормальной фотографией. И не забывайте, не забывайте, очень важно, это цена. Цена влияет просто вообще глобально. И основная массовая проблема, и у меня также была на старте, что я не понял, что такое маржа. Ну я не понимал, то есть какая она должна быть в принципе, если реально в секторе мы на опте и на 8, и на 5% торговали. Просто. И на 30, и на 40 было замечательно. Когда здесь нам сказали 100-150, думаешь, ну вообще супер, но просто здесь столько затрат, вот столько всяких моментов. Вот. И цена так прыгает у людей, что нужен зазор. Надо быть хотя бы, ну иметь возможность так же жить и работать как конкуренты. Понятно, что некоторые из них там на пароходах возят, я не знаю, у них там цена намного дешевле. Но в любом случае цена огромное значение у них. И на старте, и постоянно, обратите внимание, в праздники цены бывают поднимаются. Там тоже кипы, посмотрите, как цены прыгают. У многих праздники поднимаются, в обычные дни после праздников падают просто там, я не знаю, на 50% у меня полно товаров, которые просто вверх-вниз, вверх-вниз. И у них прям четко по дням, по дням они знают, когда надо поднять, когда надо пустить. И вот так вот с ценой играет. То есть там, например, так 12 долларов, так 18 долларов, так 12, 15. Не всегда, не везде так. Но те товары, которые можно в подарок, например, на праздник подарить, в подарочном упаковке или еще что-то очень часто. Те же открытки, блокноты, там фотографические журналы, там какие-то еще что-то. То есть, ну очень много товаров, которые именно такие. И из-за этого цена, всегда ориентируйтесь, вы должны очень, потому что на один и тот же ключевой запрос, ключевик, могут быть одинаковые товары, но из разных ценовых категорий. И вы должны понять, разделить, вникнуть, какой товар реально чем отличается. Чудес на свете не бывает. И когда некоторые товары, да, бывают там исключения, когда там бренды торгуют, там 40 долларов. А так чаще всего просто есть там ниши, например, там, вещи от 30 до 40, там до 50 баксов. Вот в этом диапазоне они бьются. То есть, минимальная цена 30. А другая цена, там, от 15 до 28, например. Это совершенно другой товар. А третий товар может быть, там, от 18, там, до 35 долларов. Их вообще три ниши. Надо посмотреть только у тех же китайцев. Может, они производят и те, и те, и те. Просто так что-то дешевле и дороже не бывает. Так что очень внимательно анализируйте. И на старте имейте в виду, что, скорее всего, вам придется демпинговать. Ну, по крайней мере, по низу идти. Всегда, конечно, бывает. Для того, чтобы попасть сверху, любого нужно быть готовым хотя бы сто единиц своей продукции отдать в минус хороший. Да. Просто занять позицию. Да, именно так. Вот. Так что надо к этому всему готовиться. Надо понимать, где. Заведомо, заведомо вы будете получать отзывы. Друзей найдите. Друзей, друзей, всех остальных со всеми договоритесь. Там, воспользуйтесь услугой, там, Сергея, там, или еще каких-нибудь услуг. Но всегда спрашивайте, как эти услуги будут проходить. Всегда давайте правильное задание. Потому что сейчас так и есть возможность. Очень большое значение имеет задать вопрос правильный про свой товар. Чтобы вы сами себе задали вопрос, чтобы сами на него ответили. Это и в SEO очень сильно помогает. Реально помогает. И одновременно помогает, когда люди читают этот внутренний листинг. Самое главное во внутреннем листинге, помимо фотографий, не тайтл. Уже люди зашли. Ну, буллит и так себе. Но очень его значение имеет. Это именно первая страница отзывов. Вот эти отзывы, эти вопросы люди на объективные факторы внимания обращают. Очень сильно. Соответственно, вопросы пишите именно по теме. Не просто какого цвета, а действительно раскрывайте интересную тему. То есть, какой ваш товар, какие он функции выполняет. И рассказывайте письмо. Вот вам еще десятки description, грубо говоря. То есть, десятки буллитов. Это вот самое важное внутри, помимо фото. Раз уже люди по цене, все их в принципе устроило. Они заходят вовнутрь. У меня есть человек, сейчас я так понимаю ситуацию, что теперь показывает Amazon, заведомо по умолчанию именно отзывы, как они, verify. А раньше показывали, по-моему, обычные отзывы. И он говорит, у меня прямо это. У него реально, у него достаточно отзывов. Хорошая картина, например, там четыре звезды в среднем. А verify, то у них одна пятизвездочная и штук восемь. Одна, две, три звезды, короче. То есть, один негатив. Я говорю, да конечно, кто тебя покупать-то будет. А это проглядели, он проглядел. И вот эта вот часть по отзывам, это вообще номер один. После фото это номер один. Вопросы номер два. Из-за этого это не дескрипшн привлекательный. Дескрипшн, да, когда какой-то там, я не знаю, я телевизор покупал и мне надо понять, какая модель более новая, какая более старая. Ну, какие-то описания, чипы, телефоны и так далее. А вот именно вопросы и отзывы на первой странице, потому что никто не будет листать пятьсот отзывов или пятьдесят. Они в любом случае сверху, они посмотрят самые негативные, самые позитивные, посмотрят, что там написано. Вы это можете двигать, можете голосовать. Те, кто может писать отзывы, они могут голосовать за отзывы, те, которые вы хотите поднять. Так что все имеет значение. И вот это вот имеет значение, огромное просто. Вот оно одно из самых важных. Из-за этого повода, вот у меня я стартанул, нормально пошел, у меня просто один отзыв не написали, я в те времена не знал. Он меня просто потопил. У меня просто сразу в продажи упали. То есть у меня было пятнадцать или двадцать пять хороших отзывов, и вот один негатив, и все. Я не знал, что его надо там трехзвездочным утопить сначала. То есть, да, я там писал, я с Амазоном рядился там, и так далее. Так его и не убрали. А надо было просто там без выкупа пятью отзывами закрыть его. Утром проснулся, есть негатив. Пятью отзывами без выкупа. Потом закинул еще пару верифайтов, я там отдал людям, чтобы они выкупили знакомым там. Сейчас просто купоны, все, они умерли, их нет, их не существует, все, они ушли. Я столько товаров через купоны отдал, это мне минус. То есть, я на это столько времени потратил, знал, где это все сделать, бесплатно и так далее, там, с минимальными потерями. Вот, но после того, как сначала убрали ограничения, убрали купоны по процентам, точнее по деньгам, вот, все вот это сделали. А потом, когда нам недавно, две недели назад, вообще все отзывы задним числом убрали, у меня убрали больше ста отзывов. Меня в конце декабря убрали и вот сейчас. До этого вообще никогда не убирали. То есть, больше там 150, ну, около 150 отзывов, я просто там один убрал. 150 отзывов, даже по минимуму, по минимуму, если взять там хотя бы 15 долларов, это две, 250 тысяч долларов. То есть, сколько я потратил на отзывы, грубо говоря, из моих продаж. То есть, в любом случае, из-за этого Verify, они в любом случае интересны. Сейчас, на этот момент, кстати, не удаляет пока вообще отзывы без выкупа, но вполне возможно, что до пары до времени. Все равно, я не понимаю просто, если Alibaba работает у Trade Insurance. Реально, напишите отзыв, а продавца будет два месяца, все, не написали отзыв, все написать уже не может. Ну, Amazon должен же рано или поздно. У них тоже какая-то есть логика, философия, почему они так разрешают писать отзывы чувакам, которые там на Амазоне даже того и товар не покупали. Слава Богу, до 50 долларов подняли. Летом был, по-моему, всего на всего 1 доллар. Потом 1, по-моему, потом 5, его сделали 50. Ну, то есть, они тоже борются, стараются лучше сделать. Сейчас, на данный момент, из того, что у нас ушли раздачи, ничего не изменилось, в принципе. Так же мутим, так же все это происходит, но стали более прозрачные, более адекватные вот эти вот поисковики, которые нам показывают, продажи более-менее теперь реальные. А раньше просто, ну, я знаю там людей, которые 50 товаров в день раздавали. Я сам лично там по 20, по 30 товаров раздавал. А скоро они сделают какую-то новую логику, что-то не придумают? По-любому, по-любому, конечно. Будем приспосабливаться и заранее искать варианты. То есть, у меня были заранее приготовлены варианты отчасти. Мы быстро перестроились. Мы также с Сергеем, Сергей с чего начинал? Мы с ним познакомились также на базе Амазона. Я просто видео рассказал о том, что можно с Амазона бесплатно. Я не понимаю вообще, в Америке такое ощущение, какой-то коммунизм наступил, можно бесплатно все получать. И он занимался конкретно, вывозил товар сюда, без отзывов, просто с китайцами переговаривался и прокачал свой аккаунт Facebook и аккаунт Amazon. И получал товар бесплатно. И когда наступил этот момент, 3 октября, что прекратились отзывы за купоны, я к нему обратился, потому что мне нужны были отзывы. Потом обратились ко мне мои знакомые, просто говорят, блин, выручай там туда-сюда. Я говорю, ну вот есть человек, он может… И он там подтянул знакомых, друзей и так далее. И мы потихонечку вот этим начали заниматься. Потом хотели сделать сервис. Мы поняли, что сервис в плане массовости нельзя делать. Только через людей надо пропускать. Личное общение, личный контроль, кто отзывы будет делать. Личное общение. Это неэффективно, невыгодно, но это надежно. Потому что еще в октябре и в ноябре самый главный разговор был про индусов, про отзывы и про все остальное в группе, сколько я раз ругался. Вас все равно забанят, забанят, забанят. Все, народ расслабился. Никого не банят ни по индусам, ни по отзывам. Все, и теперь можно по беспределу работать. Нельзя. Рано или поздно это будет плачевно просто. Вот и все. И из-за этого, когда это все на массовость переходит, качество падает. Качество безопасности самое главное. Потому что вы можете потерять весь аккаунт. И индусы. Ну почему мы… Каждый январь, февраль Амазон как раз очень много чистят. Много я по этому поводу читал. Разные схемы. И люди рассказывают, кто более опытный. Вот. Почему многие говорят, что по индусам ничего такого там нельзя? Потому что это как бы внешний трафик. Единственное, там косяки у них могут быть с апишниками, со всеми этими вещами. А так это внешний трафик. И то же самое, что Google. С Google вы загоняете на лендинг или напрямую. Или с Facebook загоняете. Они все делают то же самое. Механизм понятен. Просто это самому делать не особо выгодно. А те, кто сейчас стал программно делать. Вот я вот смотрю, я знаю как минимум четверых. Трафик только один может вывести спокойно, без напряга. На первой странице. До какого-то уровня. То есть я так понимаю, мы не можем вывести там айфон чехлы 7. Потому что, как индусы говорят, трафик органики превышает трафик искусственного нашего. Вот это нагнетание, так скажем, интереса. Вот. А все остальные, кто программно пытается продвигаться, со многими с ними разговаривал, в конечном итоге выходит на то, что просто не могут. Только среднечастотники и низкочастотники. И все. А эффективность вывода даже уже приличных таких, достаточно сильных высокочастотников уже не могут. То есть я не говорю про айфон 7, там, которые на там огромные запросы. Я говорю про обычные там прыгалки и все остальное. Виндусы их выводят. Бывает и у них, вот у нас, я говорю там, где-то процентов 10 мы где-то не выводим. Ну вот бывают какие-то прокаженные фразы, я не знаю там. Ну вот около 10% не выводим. Вот. Потому что в любом случае вывести все нельзя, не получается. И ситуации разные. Вот. Сейчас на данный момент пошла мода. Уже задумываюсь над тем, чтобы делать рестарты просто-напросто. Вот. Чтобы вывести товар при центрах. Сейчас, кстати, не знаю. Вот. Может быть, кто-то знает. Напишите комментарий. Вот сейчас узнаем. Есть ли такая возможность, чтобы прямо на Амазоне взять, переупаковать. Новый ФСНКЮ, новый листинг, шитинг сделать. И внутри Амазона все оставить. Чтобы на преп-центр не вывозить. Ну, я думаю, такого беспредела нет. Но сегодня люди ко мне обратились. Они сейчас вот это узнают. А смысл увозить? Говорят, а смысл увозить? У них аккаунт по одной причине закрыли. Они теперь с него не могут торговать. Не аккаунт, точнее, а листинг. То есть аккаунт все нормально. Такой день нельзя, потому что у меня был один человек, он узнал про это все. Ага. И что? У него забанили листинг. Так. И за нарушение этой стоп-секрессии. А у них тоже самое? Да. У них в листинге было? Он узнал в Амазоне, можно ли так сделать? Ну, я тоже так думаю, что через предцентр придется. Только вывоз, переклейка и новый листинг. Да. Ну, вот в любом случае, такой вариант. Для чего это делать, кто не знает. Для того, что опять сделать новый буст. То есть вы делаете опять новый листинг, новый шипмент, наклеите коды FSNKU, UPS, там получаете новый. Ну, или там бренд регистри, не знаю. Потому что очень часто такие ситуации происходят. Вот у них ситуация элементарная. Там где-то в описании, в тайтлах, там, я не знаю, было написано слово, чистое прилагательное, обычное. А это прилагательное имеет какой-то бренд. Ну, реально запатентованный. А кто бы это знал? Это из той серии. То есть там, я не знаю, там, вот так получилось. Они не знали вообще. Ну, говорят, может быть, за счет этого у нас классные продажи были. То есть у них реально классные продажи были. Может, на них жаловались. Но это из той же серии, я, например, не могу понять до сих пор. У меня есть человек, которого забанили в очередной раз, уже третий или четвертый. За то, что в байбоксе они работают, они там онлайн-арбитраж. И в байбоксе у них, точнее у хозяина листинга было написано, что эти провода там, ну, какая-то электроника, например, для iPhone там или для Samsung, не помню. Но смысл такой, что забанили листинг, забанили всех, кто был в байбоксе. Ну и все. Ну, я об этом уже много раз слышал. И в конечном итоге я на днях ковырялся в электронике, зашел в один подраздел, не помню, как он называется. Так там вообще все листинги были написаны. И Bluetooth, и Samsung, и Samsung, и iPhone. Все. Просто к десятке. И там чего-то никого не банят. И как это происходит, жалуются. Наверное, наверное. Ну, вот, наверное, просто специальные конкуренты жалуют друг на друга там и душат. То есть, вот я говорю, это просто, не, ну там просто беспредел. А я еще так сумничал, говорю, ну, сейчас им там неправильно лисим. А потом как начали ковырять, нашли только у одного, у кого этого нет. Ну, то есть, наверное, грамотный какой-то зашел, все остальные просто там пестрят одними iPhone. Это именно прям даже не в описаниях, а именно в тайтлах. То есть, тайтл наполовину состоит именно вот из, для чего этот прибор. Вот. Что добавить еще есть? Да, вопросы-ответы, думаю. И спать. Есть вопросы? Или на все вообще, заведомо? Ну, почитайте внизу, может, найдете вопросы. Вы же не читаете то, что пишут, я так понял. Ну, сейчас вот только, ну да, когда, некогда было читать. Я не могу одно время читать, не Юлий Цезарь. Кстати, интересно, у меня тоже показывают только раз, там, четыре последних. Ну, у меня побольше. У Дениса все вопросы. Нет, нет, у меня чуть-чуть, это самое, у меня не четыре просто, а восемь. У меня в программе. Как-то можно прокручивать, наверное. Ну, здесь вот вопрос, какую комиссию берет Amazon, как почитать себестоимость? Ну, естественно, есть калькуляторов много, есть онлайн калькулятор, который называется, как он там, сейчас скажу. Я там скидал ссылку на Amazon калькулятор. Ну, есть, да, у меня как минимум три калькулятора. То есть, есть один калькулятор, который у меня в этих, в, я торможу уже, как они называют сверху-то, в расширении. Вот, им очень удобно именно пользоваться. А все остальные, да, такие более точные, они там. С чего начать private label? С того, чтобы выбрать товар, естественно. Мне кажется, а с чего еще начинать? Просто надо решиться, тема интересная, хочется по этому работать или не хочется. Если хочется, по private label выбирайте товар. Идеальная, конечно, история, когда вы можете запустить такой товар, который, как говорится, по жизни с вами идет. И вы, например, видите, заходите на Amazon, он там классно продается. И вы понимаете, что, и не понимали все это время, почему его нельзя улучшить. А там, например, 4-3 звезды у всех. А вы знаете, как его улучшить. Вы его улучшаете и пишите везде об этом, что у вас такой проблемы нет. Вот это самый лучший запуск на Amazon, мне кажется. Но таких товаров очень мало. И все его улучшают, и все это делают. Вот, и за это нам прийти, что-то там сделать, очень сложно. И чаще всего, я еще раз говорю, я нахожу именно для торговли товары. Те, которых вообще не знаю, для чего они. То есть мне показывают, я не знаю, что это за товар. Но я просто беру цифры, я их смотрю, смотрю тренды, куда они пойдут. Зима-лето, там лето-зима. Посмотрели, классно запускаем. Потому что я не отношусь к товару как один идеально. А именно просто запуск, запуск, запуск и запуск. Как вы считаете, если производить согласие на оплату Trade Insurance, можно ли в первой тестовой партии без сторонней инспекции набрать? Да и можно всегда вообще без инспекции делать. Можно скайп-кол делать. Вот у меня ситуация была, человек рассказывал, он говорит, по скайп просто смотрел, пересчитывали все. И качеством, правило, все. А потом товар приехал, начали торговать, и начали люди жаловаться на запахи. Да, можно это делать, но нежелательно. Да, это риски, просто риски. Это риск, это большой риск 50 на 50. А самое главное, нервы дороже. Я реально, когда вот такая у меня ситуация произошла, и первый мой обзорщик мне написал, что у него не хватает в наборе половины, соответственно, то есть у меня варежка и мат, вот варежки не было. Мне было очень неприятно. Ну просто реально. Что пейпер клик сидеть ждать, когда он там начнет наконец-то работать? Это просто, я не знаю, это надо железные иметь, чугунные. Вот. Силы и нервы. То, что с этим, как его звать, вот конкретно с товаром, когда вы не понимаете, вы не можете пощупать, не можете решить. Я писал, Amazon имеет специфику. Он, когда принимает товар, он ни за что не отвечает. Хотя я вчера, у меня пришел очередной отзыв, ну не очередной, у меня в принципе хороший в основном, а вот пришел отзыв, кстати, пришел отзыв вот эта вот единичка. Я его написал Amazon, извините, но я работаю через FBA, пожалуйста, его удалите. То есть мы сначала этим чувакам написали, а они ничего не ответили, кто написал отзыв. Я написал в Amazon, не поленился, и они зачеркнули мне отзыв. То есть я написал, я работаю на FBA, и за хранение, и за хранение, и за доставку я не отвечаю. Вот. То есть вот такая вот история. Мне его зачеркнули, и все равно у меня риск аккаунта написано. То есть, ну потом посмотрим, что там с ним. Вот. По поводу этого еще предыдущего вопроса, если товар стоит 200-300 долларов, то нет смысла платить за инспекцию какие-то деньги, можно и без проверки. А если он стоит там тысяча, две, три, пять, то 100 долларов потратить на инспекцию или там 200 или так. Ну это из той же истории, по какой цене лучше торговать на Амазоне. Когда детский лепет, мы начинаем, да, мы слушаем, мы там, не имеет значения, какой цене будет торговать. Главное, чтобы был доход. Вот сами представьте, если вы купили товар за цент, доставили его за два цента, и он у вас три цента всего в себестоимости. А FI вы будете платить, я не знаю, там, пять долларов даже. И вы будете торговать его даже за шесть долларов всего, у вас получится вы зарабатывать будете 97 центов. Это, соответственно, с трех центов вы заработаете 97. Вот вы посчитаете свой доход. Но это я грубо. Вот. То есть нужна маржа просто. Не имеет значения. 29,99, 19,99. Это просто цифры. Где маржа? Маржа, там, соответственно, и все хорошо. Потому что и маржа, опять же, вам покажет то, что товар не так сильно конкурентен. Потому что в конечном итоге все склоняется к снижению цены. Что бы, кто бы ни говорил, все равно все идет к снижению цены. Ага, это гей-калькулятор. Ну, у меня что-то он не открывается просто. Хотел его открыть, сказать. Память со всеми работает. Сейчас я его открою, не пленюсь. Вот. Что там еще у нас? Читайте, отвечайте. Ну, тут товары все, то есть вопросы все те же. К вам вопросы дорогие. Ну, тут одни дропшиперы. Можно оценить тот или иной товар, если… Да, точно, и гей-калькулятор. …имеет рамк в основной категории. Только по каким-то из своих подкатегорий. Данный товар выдается в органическом поиске на первой странице по запросу. Но… Это вообще жесткий вариант, я туда просто не захожу, честно могу сказать. Это электроника, чехлы для айпадов. Я скажу, что это не жесткий вариант. Тут как бы нужно иметь опыт, и тут нужно понимать вообще, что это за товар. Как правило, если эта тема очень длинная, и на нее так в двух словах нельзя ответить, но самый простой способ, самый примитивный способ, если не входить в какие-то высшие математики, то просто этот продукт или пару продуктов берете, и чудесным способом три девятки проверяете его на протяжении недели, месяца, сколько вам надо. Да и все, и вы четко понимаете объем продаж этого товара на определенном промежутке времени. Да и все. То есть, если вам интересен этот продукт. как бы есть куча плагинов, типа кипы, которые можно увидеть и без этого. То есть, если ты понимаешь, сколько в этой категории какие товары как продаются, если тебе есть уже опыт, то это можно определить сразу. Все опыт, да. Все с опытом. Это риск. Просто больше риск для начинающих точно туда лезть не надо. Вот. Да, да. Такие категории это не для новичков. Видео. Вот еще следующий вопрос. Константин. Как видеоотзывы добавлять в релайт-видео-шорс-страницы товара? Это просто-напросто туда все видео добавляясь, которые у вас в отзывах находятся. То есть, все видео, которые вы делаете, отзывы с видео, все туда автоматом валятся. Вот у меня там их, я не знаю, 20 там, 15, я не знаю, видео. То есть, они все там. Как можно оценить, то понятно. Вот это интересный вопрос про блогера, который рассказывает, как можно убрать комиссию Амазон. Мне бы это интересно было бы самому знать, как это можно сделать. Ну, этот рассказывал, не будем говорить, не будем упоминать СОСУ. Я сегодня уже видео смотрел. Если про этого блогера, то понятно. Да, именно про этого никак нельзя. Если вы идете заведомо обмануть Амазон, то он нас наказывает за все подряд и так. Просто косвенно мы там на косячем где-нибудь здесь, потому что мы косячим везде. Мы неправильно продвигаем, да мы лисинги неправильно пишем. Там несколько правил, что застрелиться можно, если честно, и мы все время на грани. Из-за этого очень многие открывают много аккаунтов. Под каждый бренд отдельный аккаунт и так далее, и так далее. Потому что многие страхуются по-разному. Вот. Как я сегодня недавно видел видос по поводу того, как надо там продвигаться честно, не честно, на десять лет вперед, там человек что-то замучивает. А вот кто быстро хочет там поймите, через полгода вам придет письмо. Да все может быть. Да может быть я знаю людей, которые вообще ничего не делали, их забанили просто. Просто у них там почта не соответствовала. В обычном тоже офлайн-бизнесе. Ты построил магазин, после завтра пришел кто-то и спалил его или молнию. Нет. Это все где бывает. Надо, надо серьезно к этому бизнесу относиться, никто не спорит. Но в любом случае говорить о том, что надо все делать правильно, исключительно вот так вот по-честному, чтобы вот там я не знаю. Ну блин, если так умеют люди, я вот не умею. Ну блин, я не знаю, как SEO вот например взять, подготовить товар или как. Выбрать, самое главное выбрать товар. Там какой-нибудь продается, он шикарный, а вы его в три раза дешевле начнете продавать. Только надо найти такой товар. Или произвести его самому. То есть все понятно, мы обычные люди, которые пытаются просто заработать там денег. Знаний будет больше, инвестиций будет больше, мы будем стараться продавать уже брендами. И опять же будем двигаться дальше. И развиваться, нанимать более высококвалифицированных специалистов, которые будут все делать за нас. Но мы начинаем, мы сейчас говорим именно о начале. Если мы там работаем, я не знаю, в нормальной жизни, я думаю здесь 15-летних людей нет. Соответственно там каждый, наверное, уже в своей там работе десятками лет поработал. Тоже понимает свой опыт. И здесь мы так же наберем. Я скажу, что вот в таких вещах, в плане пытаться обмануть на налогах какие-то схемы, Амазон такую штуку не прощает. Вообще Америка, для них самое кровное такое и опасное преступление, это уклонение от налогов. Фиг разных и тому подобное. Поэтому в эту тему здесь вообще не стоит. Ну да, это жесть вообще. Просто там забанят насмерть. Забанят моментально насмерть и всех родственников и всех, кто рядом проходит. То есть всех будут банить подряд. Поэтому у них есть много разных программ на Амазоне, я скажу, которые позволяют экономить фиг. То есть если этим заниматься, войти в этот хелп, то в хелпе можно очень много всего интересного найти. Я по своему опыту могу рассказать, как я вошел в одну из таких программ с одним товаром. То есть у них есть такая программа Small and Light. Это маленький и легкий. И в этой программе они позволяют товарам, которые стоят до 10 долларов и которые соответствуют определенным параметрам по размерам, войти в эту программу. И эта программа позволяет около доллара или полтора в зависимости экономить на налогах. То есть и на дешевом товаре, доллар или полтора, дешевый товар это подразумевается, что он продается очень много. То есть это 1000-2000 штук в месяц. Если ты экономишь доллар на налоге, это уже много. То есть это 1000 долларов ты экономишь просто на этом налоге. Плюс эта программа дает еще несколько преимуществ. Эта программа дает то, что твой товар могут купить бесплатно, то есть не бесплатно, а могут купить не платя за доставку. Если у тебя в корзине нет вот этих 50 долларов. Обычно если у тебя нету прайма, то тебе надо 50 долларов иметь в корзине, чтобы купить товар с бесплатной доставкой. Если товар участвует в этой программе, то ты можешь за 10 долларов этот товар купить и тебе его продадут бесплатно. Это очень большой плюс. Но в ней есть небольшой минус. Это если у тебя есть прайм, то этот товар тебе никогда не доставят за два дня. То есть твоя доставка также самая не бесплатна, но она дует 4-5 дней. Это так. Есть свои плюсы, есть свои минусы. И эта программа позволяет. У нее еще есть много преимуществ, но это еще тут долго рассказывать, что это за преимущество. У нее есть по упаковке моменты, которые надо специально паковать. У нее есть только единственный склад в Америке, это тоже свой плюс. Что твою партию, если ты везешь в здоровенную партию в 3000 единиц, тебя никогда не разобьют на 3-4 склада. Ты все время привезешь в один склад и так далее. Но сейчас эту программу временно не закрыты. Я так думаю, что это в связи с тем, что у них этот единственный склад стал переходным, и они расширяют его каким-то образом. Но в Амазане есть много такого плана программ, которые позволяют экономить, как эти подписки, сейвинг и так далее. Поэтому, если человек знает английский, есть время свободное, то можно прошустить и очень много всего интересно найти. Поэтому лучше искать правильные такие методы экономии на налогах, чем какие-то супер неправильные. на налогах. Вот Денис как раз добавил в этой ситуации, надо правила изучать и как раз по размерам упаковки, где можно экономить и просто максимально эффективно этим заниматься. на налогах. Да, да, да. То есть это те вещи, которые… Ну это профессионализм уже, это со временем. На начальном этапе об этом задумывается. Это уже отдельная тема разобора. Я думаю, что у кого есть вопросы, вот сейчас давайте соберем. По дропшиппингу. Может это второй раз по поводу джинга у вас спрашивают. Ну ответь. Что за джинга? Я не вижу просто. О чем ты говоришь? А, джангл скаут джингл я. Ну а что опыт работает? Какой? Вот у меня, например, джангл скаут я имею… Сейчас я открою его, покажу экран. По поиску товара. Чуть-чуть балуюсь, так скажем. Есть кто более плотно балуется. Сейчас я экран покажу. Секундочку. Точнее программу откроем. Программка. Screen. Ок. Вот видно мой экран сейчас. Вот джангл скаут. Таким образом можно поставить критерия выбора и, соответственно, искать поиск товара. А есть джангл скаут такой же, как Смешер, например. Или как Амзискоу или Асин Инспектор Асин. Он жестко занижает количество продаж. Просто вообще катастрофически. Я не знаю, там раза в два по сравнению со всеми. Именно Асин. Я не знаю, насколько это точно, не точно. Но Амзископ достаточно точно показывает. Нормальные данные выдает. Смешер просто давно не пользовался. Не могу ничего сказать. Ну так вот сверяясь, примерно то же самое. Вот. Я просто... Амзископ он больше размера и мне удобнее с ним работать. Вот. А так и с Мешером можно спокойно работать. Ну вот джангл скаут, вот он вот такой вот функционал. То есть можно тут вот работать, добавлять, искать товары. Вот. То есть, ну, кому есть желание, можно это все приобретать. Вот. И искать. Я ищу по-другому, например. Я джангл скаута меньше пользуюсь. Сейчас вот отрабатываю, тренируюсь. Вот получил эту рефералку по Амзу Вану. Пользуюсь, учусь там расширенными возможностями. Смотрю, как это все выглядит и как я могу примениться. Но еще раз говорю. В идеале, в идеале вы должны все уметь сами делать. Когда вы умеете все сами делать, вы спокойны эти программы перевариваете. Вот. Дело не только в затратах. Но надо понять именно механику. Как всего это. Поиск этих ключевиков и всего остального. Амзу Вол. Ну, пользовались. Мне не нравится. Я не пользуюсь. То есть, на старте, где-то в августе месяце я его посмотрел. Мне не нравится исключительно перезагруженность. Слишком много. Не надо столько. Владимир хорошо, кстати, наш логист знает, разработчик Амзу Вол. Вот. Мы должны были созвониться. Но как ни у кого интереса особо большого не было. В принципе, я не разработчик. Мне не особо было интересно. А люди на меня эти не вышли. То есть, они сами по себе программисты делают. Нормальный продукт. Можно пользоваться. Но мне он никак не пригодился вообще. Особенно мне не нравится то, что там подтягивают Alibaba. Иис. И там что там. Этот, как его зовут. Merchant World, по-моему. Там все подряд туда подтягивают. Вот. Обрезали бы они раз в пять его. И сделали реально то, что надо людям. Я вот знаю, какие нужны программы. Для меня лично, точнее. Я не то, что знаю. Для меня. Я знаю, что мне надо. Мне надо первая программа в автоматическом режиме, чтобы по определенным критериям находила мне товары. Ну, не хочу я в ручном искать. Я знаю точно, у Америкосов есть такая услуга. Обучаемся, мы не обучаемся. Вот есть такие программы. Я сейчас этим занимаюсь, программистами. Мы как бы это делаем. Надо, да, понимать, как искать. Я это знаю. И за это, опять же, в ручном режиме, потому что я это все делал. И за это я не хочу просто это в ручном режиме делать. Это номер один программа. Вторая программа, это именно аналитика. В принципе, I'm the one. Практически, я не знаю, процентов на 60 закрывает этот вопрос. Может быть, и не надо писать ее. Вот. И Super URL в любом случае он нужен. Пускай не для раздачи, но для нормальных продаж с небольшими скидками. Вот. И, соответственно, парсинг позиций. Генерация ключевиков чужих. Точнее, у нас же как есть? Есть ключевики, которые мы забиваем. То есть, там the one работает. А если генерация, например, по каким ключам нас Amazon видит. Я вот честно могу сказать, я не помню, какая программа это делает, но она делается с большими ограничениями. Вот. Вот. И I'm the one сверху первая, это самая ссылка на I'm the one. Это первая в группе этот, как его звать, пост. Вот. И мне вот хотелось бы еще генерацию. То есть, по каким ключам Amazon видит мой продукт без ограничений. Вот такого функционала на данный момент нет. И третий функционал – это продвижение. Продвижение… Такое немного есть в этом, в инспекторе. Есть, да. И в инспекторе есть, но там, по-моему, до 20 всего. Это как бы, ну, хотя бы до 200 бы сделать, там до 300. Если ты свой товар забьешь туда, свой СИН, то он покажет все ключи, по которым тебя Amazon ищет. Там, по-моему, с ограничением до 20 этих. Нет, нет, нет. Я забивал товары там по тысяче вариаций. Да? Ну, не знаю. Я говорю, я вот в программах не силен, потому что я в основном все делал именно… Или мне кто-то… Так что многие программы… Там несколько осинов, может быть, мне просто люди давали возможность, я свой товар там закидывал. Для там раздачи, для парсинга и всего остального. Вот с осином как раз я еще сам лично не сталкивался. Сколько мы так сидим. Вот. И получается третье – это продвижение. Продвижение тоже полезно. Программное продвижение. Там есть свои нюансы. Их много. Я с некоторыми разговаривал. Там… Это не просто один раз программу сделал. И сидишь, бамбу куришь и продвигаешь. Нифига. Там люди и покупают на специальных площадках взломанные аккаунты реальных покупателей. И так далее, и так далее, и так далее. Там столько геморроема. Вот. Что не все так просто. И мне лично на данный момент ценники выкатывают индусы дешевле, чем наши вот, так скажем, хозяева программы. Хозяева программы, так сказать. Я не знаю, программисты они сами лично или нет. Вот. То есть у всех дороже. Хотя, может, они функционал тот же самый делают. Лучше, хуже, уже там другая история. Вот. Так что вот три программы, которые мне на данный момент нужны. Аналитика, продвижение и поиск товара. Все. Больше ничего не надо. Из-за этого on the wall, там, сравнивать Alibaba. Да я Alibaba, е-мое, товар забил не по товару, а по продавцу. Ну, потратил там, я 20 минут отправил письма сразу же. Они мне отправили предложение. Я посмотрел, кто мне нормально отвечает. Потратил на эту неделю. И все. Я всю подноготную знаю. Столкнул лбами производителей. По крайней мере, те, кто онлайн. Никаких сложностей в этом нет. Сложно найти те, которые не работают на Alibaba по каким-то причинам. Страна большая, как нам объясняют. Но сколько бы мы ни говорили, что-то мне никто ничего не нашел. Ни один посредник. То есть, вот, что не дашь, потом начинается. А вдруг вам не надо? А вдруг там то, все, пятьдесят. Но, в любом случае, никакого конкурент преимущества мне не дали. К сожалению, пока. I'm the all этот мне, например, я ее тоже не имею. И мне, например, она нравится в том плане, что когда ты имеешь, допустим, пять товаров, каких-то ты себе нашел, допустим, которые ты сомневаешься, какой из пяти сейчас надо запускать. И она показывает эти пять товаров в общей картине. Ты видишь, такой здесь... Ну вот, может быть, вот когда вникнешь там, да, какие-то фишки, можно фишки, фишечки найти. Но вот я говорю, им бы убрать лишнее, вот эту воду убрать, которая ненужная вообще, которая не работает на там... Много всего, я мое. Тогда было... Для новичка, для новичка эта вода как раз нужная, знаешь. Ну, может быть, может быть. Я, когда мы уже это прошли, например, я, например, когда давно смотрел типа Smash'а, такие программы, Django Scout и тому подобное. То есть я пользуюсь массой там их информацией. Сейчас я смотрю только объем ниши. Есть деньги в ней или нет. Все. Дальше она мне особенно... Нет, нет. Еще надо отзывы смотреть в любом случае. Молодость этого товара, трендовость. Нет, отзывы понятно. Именно это показывает не количество отзывов, что вот это вот. Отзывы там, а именно показатель. Если мало отзывов, значит, там торгуют недавно. Они не успели набрать. Соответственно, может туда и зацепиться. Если как раз Amzai, этот самый, как они там, забыл, которым я пользуюсь. Как раз они тупо поделили... Скоп Amzai. Да, скоп. Они тупо поделили один столбик на другой. И получился у нее зелень. Ну, это и так можно и бесплатно. Если вы идете, просто смотрите в Smash'ере. Если там отзывов 50, 20, 30, 40, 50, 20, 30, понятно. А если там полторы тысячи, две тысячи, три тысячи, пять тысяч, понятно, что ниша уже древняя, как мамонты. Уже вымрет скоро. А если там отзывов совсем чуть-чуть, там 10, 5, 2, 3, это вообще, ё-моё. И если еще и продажи есть, ну, это вообще фантастика. Ну, вот-вот мы и ищем, ё-моё. То есть, просто есть с удобствами, а есть без удобств. Есть платно, а есть бесплатно. Ну, а еще раз говорю, а можно по этим критериям и по другим, естественно, делать алгоритмы, которые автоматом будут искать, а не вручную вот это. Вот это вот действительно востребованно и интересно. Если есть программист, обращайтесь, можно что-то замутить. Потому что действительно востребованная нужная вещь. Что-то на английском пишут, пишут. Еще бы знать, что там. Так, БСР в последнее время пропал из многих категорий, да? БСЛ ранг. Ну, он пропадает, я так понимаю, из главной категории. Ну, уходит, где-то уходит, где-то приходит. Амазон что-то мутит. Вообще, я не знаю, они... Если БСР сейчас уберут, ни один смешер ничего определить не сможет. Потому что как определяются все продажи? Это изменение остатков к изменению БСР. Вот и все. Если его не будет, все, наши смешеры, все Амзы, там и Джангл, Скаут и все остальное умрет просто. Я думаю, все знают это. Вендор, вендор. А что вендор? Вендор это юридическое лицо. Сделайте компанию. Азамат, ты что? Это же просто... Что-то я не понял. Ну, короче, в любом случае, если кто не знает, вендор это просто юридическое лицо. Создать. Нормальная фирма с историей. Можно на Walmart продавать и везде. Говорят, что вроде Walmart откроет для таких, как мы, свои жаркие объятия. Так что не зря мы сейчас здесь учимся. Может быть, где-то в другом месте капусты сможем заработать. Народ, кто-то сталкивался с Amazon Retail Contribution. Мне из этой лабуды не дает пользоваться венчанса, бренд с контентом. Боюсь с индусами, чтобы сменили эту контрибуцию. Но пока один ноль, любой в пользу. Ну, не знаю. Может кто-нибудь в комментариях напишите. Я такого не знаю. Ты знаешь, Евгений? Что имеется в виду вообще? Я вот не могу понять. Да, надо разговаривать, конечно. Созвониться, можно пообщаться просто. Понятно, что индусы – это наша группа поддержки. Вот. Они могут в ладошку барабаны бить. Но такое ощущение, там у них жесткая иерархия. И один человек даже не может на кнопку нажать, позвонить. У них, наверное, телефон с обратной связью, короче. То есть, вот ему кто-то позвонит. Он сидит в этой будке в Индии. И, короче, у него есть, я не знаю, там на клавиатуре несколько кнопок. И он может… Или вообще даже кнопки… Шаблонами. Да, кнопки, шаблоны. Нажал такой ответ, такой ответ. И вот. И телефон на обратной связи только. То есть, только ему могут позвонить. Вот такое ощущение. Они хотят вроде помочь. И привет, и пока, и все дела, эмэ. А сделать ничего не могут. А бывает, на человека попадешь, как вот сейчас. Вот мы не можем халперсинкай открыть. Мне сегодня чувак позвонил. У него товар. Сначала из All Department убрали. У него специфический товар для взрослых. То есть, он в All Department и в спорт товарах тусовался. Его убрали, короче, в это самое. Только в спорт. Он говорит, блин, раз и пропал. А он там в топах был. Ну, в спорте. Ладно, говорит, торговал нормально. Хоп, говорит, сегодня. Халперсинкай. Какой-то индус его взял и перевел. Мы перевестись не можем. Не как там рисуем. А его просто так перевел. Он говорит. У тебя, говорит. Он то ли написал что-то им там. Его заметили. И вот перевели в Халперсинкай теперь. Вот. А продаж, говорит Сталин. А что это за метод определения продаж 999? Ну, это не определение продаж. Это вы просто товарные остатки забиваете и все. И на следующий день проверяете. И вот ваши продажи. Там до 1000 штук просто, например, 999 забили. У них такого количества нет. Вы не покупаете это количество. Он там напишет. У нас на товары осталось там 129 штук. Вы на следующий день заходите. Ну, это в YouTube можете найти. Там много чуваков такой фигней занимаются. По-моему, у Феликса такая есть. Такой видос. У этого метода есть еще одна хорошая фишка. Чтоб тебя не пробивали под таковым методом. Надо поставить лисенькие ограничения в количестве продажных. 10, да. У меня всегда стоит 10 штук. Но это опять не... По этим методам тебя тоже не пробивали. Да. Ну, это, да, такие вещи. Уже когда мы будем топами, тогда, если будем когда-нибудь, тогда будем об этом задумываться. Но, честно говоря, топом, мне кажется, вообще фиолетовым. Для них у них другие задачи. Я говорю, вот, научились продавать хорошо один товар. Следующий какой этап? Ну, наверное, продавать в Европе хотя бы. Следующий какой этап? Продавать, научиться серию товаров, чтобы уже делать настоящий бренд. Вот, чтобы уже было интересно сайты создавать, вокруг этого бренда историю создавать и все вот эти вещи. Научились продавать серии товаров, уже думаешь, как себя безопасно. Ты, соответственно, делаешь отдельные аккаунты для каждого бренда. Официально с Амазоном или неофициально. На разные там фирмы организовываешься, вот такое. Ну, то есть, это постепенно двигается, и ты решаешь проблему по мере поступления. Для одних это интересно, а для других просто на данный момент нет. Это, собственно, одно письмо, ответ на вопрос, как добавить видео в шорт видео. Ну, это понятно. А вендоры Экспресс сейчас регистрируют и предлагают это делать, так как в аккаунт сфере регистрация была закрыта на тот момент. Ну, у меня, не знаю, у меня все видосы снизу. Я видео снимал, по-моему, чуть ли не в ноябре месяце уже появилось это дело. Все эти видео под бастолеранками там. Ну, не помню, короче, перед дескрипшеном. Денис, если интересно, могу позже рассказать, про что идет речь по скайпу завтра. Да, конечно, с удовольствием. Сто лет живи, сто лет учись. А что, кстати, сейчас с открытием категории? Ничего. Что, вот Евгений у нас как раз занимается помощью в открытии категории, и пока мы идем с параллельной категории. Правильно, Евгений? Да, мы идем. У меня, я связался, единственное, на каком я сейчас этапе, я связался с одним американцем, который открывает категории. Но американцы, они дешевые, они все хотят большие деньги. Он, как бы, за открытие категории попросил, там, четыреста пятьдесят долларов. Как бы, он дает, типа, стопроцентную гарантию после открытия этой категории. Я, да, он мне знакомый, не знаю, попробует он или нет с ним работать, но у меня пока таких сил нету и, представляете. Ну да, из параллельной категории пойдем и посмотрим, как вот с моим вот этим товарищем сегодня произошла такая история, что вы просто ввели. Но другая история была, что человека переводили и заставляли его категорию открывать. То есть, совершенно вот одинаковые два случая. То есть, человека искусственно перевели, в принципе, в родные категории. Одному не давали торговать, а другому давали. Вот. У меня есть один тоже знакомый, которого перевели тоже в закрытую категорию его товар, но категорию ему не открыли. Просто товар перевели без открытия этой категории. Да, и он не мог торговать, правильно? И он у меня этот просился назад. Нет, он торговать может в этой категории, он торгует в этой категории. Но следующие товары, например, новые. А, понял, понял. В эту категорию не могут. Ну вот, это уже третий вариант. Это уже третий вариант. А тот даже торговать не мог, короче. То есть его перевели, но говорят, открывай категорию И сейчас у них в Америке очень сложно открыть эти категории, я так понимаю Ну вот, получается, у нас Валентин, видишь, открыл все категории вообще У него просто обычный магазин, в котором он торгует всем И он открыл в Европе абсолютно всех Да, да, ну, я согласен, что вполне, а может быть и нет А может быть и нужны просто нормальные сертификаты при покупке, которые даются вот этим юридическим лицам Из-за этого что-то просто поменялось, мы делаем по старинке, а надо делать как-то по-другому Вот и все Я понимаю примерно, как надо делать То есть они сейчас открывают через, есть два варианта открытия Первый вариант через 3-8, второй вариант через сертификат РДЕ Или там еще у них есть сертификат здоровья, диетология, здоровья То есть если ты идешь этим путем, сразу со всеми документами И всеми вытекающими последствиями, компаниями, т.д. То через этот путь ты можешь на Валентин карту быть нормально Но путь через 3-8 уже особо не работает А сертификат и все остальное надо покупать у реальных продавцов с аналогичным товаром, получается? Нет, вот этот вот второй путь, он ведет за собой, что ты производитель этого продукта Что ты не покупатель Так, а первый путь тогда еще раз Первый путь это трейн-войс То есть ты предоставляешь трейн-войс, что ты купил этот продукт, допустим И после этого они задают следующий вопрос, что теперь к этим трейн-войсам предоставьте сертификаты вашего поставщика и так далее И он не работает А второй путь, что теперь получается, только производители? Всех убрали вообще и все? То есть надо стать производителем? Второй путь это да, ты типа производитель должен быть Он может быть работал И опять же, через этот путь не шел ни разу Потому что я сам не производитель И у меня нет такого сертификата И те, кто ко мне обращался, то они, соответственно, тоже не имели этого все Поэтому второй путь я не проходил Не знаю, я работал Но я так предполагаю, что сейчас они открыли только этот путь Может, это временная мера какая-то? Потому что раньше спокойно можно было через первый путь открыть Ты и двойсайти, ты и какой-то даже Ну это нелогично, это нелогично Все пойдут через параллельно, сейчас будет бардак Вот эти категории вообще Я понимаю, что контроль нужен Я понимаю, какие документы Но вот эта вот проблема Амазона, она непрозрачная То есть объясните правила игры Что поменяли правила игры, потому-то, потому-то Мы хотим то-то, то-то, то-то Улучшить качество, увеличить там Я не знаю, там, продажи у производителей Ну я не знаю, какие причины должны быть там А у нас как-то вообще Просто вот в одностороннем порядке Раз, правила игры поменялись, привет Что делать дальше, непонятно Нет, ну, Парс, им надо время Я так понимаю, почему это происходит Потому что они открыли возможность продажи многим странам Которые не могут контролировать качество продукции Им надо это как-то контролировать Ну, там этот сертификат ИВДИИ Не за качество борется Там бешеных денег стоит Да еще ежегодно платить надо за него Ну, как ИВДИИ? Коммерческая организация, которая бешеные деньги берет Это не просто приехал В качестве продукции, как у нас там, я не знаю СЭС там сдал Заплатил там, я не знаю, небольшие деньги Там проверили, да, нормально Все, ништяк, работает там продукты Или там еще что-то А здесь мы там, я не знаю, там, тысячи долларов А то и десятки тысяч долларов Еще и каждый год им платим Сертификат Ну, я, насколько помню, да Да, и каждый год еще платить надо Вот, я тебе говорю, это немалые деньги Даже какой бы производитель не было Мы же не с Эпплом работаем все Работаем там, блин Нормальный производитель, это не что, я скажу Что такое нормальный производитель? Ну, китайцы что не делают? Они, значит, ну, сколько нормальный производитель? В том-то и дело А что такое нормальный производитель? Почему они их не делают тогда? Пускай делают, я же не против А китайцы? Ну, конечно А о ком мы говорим? Какие-то китайцы делают Ну, какие-то делают, но единицы Ну, единицы И цены у них там совсем другие, наверное И сами уже давно на Амазоне, наверное, торгуют И мы им не нужны Но у них есть такое понятие в Китае Как продукция сделана согласно правилам FDA У этой FDA есть ассоциация Под каждый товар есть определенные правила по ингредиентам То есть, если ты делаешь продукцию согласно этим правилам Но ты не имеешь сертификата То это можно как-то выравнивать Есть такие независимые разные лаборатории Которые как бы по кругу Они выдают эти сертификаты Ну, это уже тонкости пошли То есть, я их говорю, Амазон усложняет А по поводу, да, параллельно категорий Как вас спрашивают Что мы Заводишь товаре Ставишь смежную категорию Они сами тебя находят Начинают менять тебе категорию Они, бывает, тебя не находят, если честно Бывает, ты там что-нибудь Сам к ним обратишься в чат Они спрашивают Нифига себе А что это ты тут делаешь Типа Давай мы тебя переведем То есть, да, могут Но вам уже сказали Есть три варианта Есть вариант роскошный Тебя взяли, перевели И открыли тебе категорию Вот, второй вариант Это тебя взяли, перевели Разрешили этим товаром торговать Но категорию тебе не открыли А третий вариант Тебя взяли, перевели И сказали Будешь торговать тогда, когда откроешь категорию Предъяви документы Предъяви пятое, десятое Раньше можно было назад написать Нет, я хочу в другую категорию Тебя назад возвращали А сейчас нет Вот три варианта, то есть как лотерея Вот мы сейчас на это идем деваться некуда Потому что мы до Нового года все это запланировали Закупились, везем товар Товары даже Вот, и вот такая вот ситуация И это ситуация у очень большого количества людей Самый лучший метод И не очень рискованный Если есть вопросы с категорией То сразу не завозить большую партию Завести небольшую тестовую партию Для теста категории Не для теста даже продаж А теста, как этот продукт будет себя чувствовать В этой левой категории Что с ним будет Вот торговать неделю-две Если все нормально, завозить Когда завезешь тысячу штук И тебе можно сказать, что парень В этой категории вообще нельзя продавать Потому что его надо было вывозить Нет, ну, во-первых, вот я говорю Здесь вот про F10-5 Не все китайцы дают, единицы В этом все дело По I'm the one Такая же база, как и Jungle Scout Они берут информацию Мы не знаем, мы не разработчики Как бы Что они там берут На самом деле база должна быть примерно одинаковой Ну, я не программист, но смысл один Это изменение товарных остатков К изменению Best Seller Rank Ну, в элементарном виде То есть, примерно они берут точки Какие-то ключевики И, соответственно, за них цепляется Изменился Best Seller Rank Они поставили коэффициент И все, как коэффициент поменялся Они так его изменили Вот, в принципе, и все Жесть тебе бросает, как щенка Уживаешь или нет Так и есть Так и есть Чем больше знаний Ну, одно могу сказать Подытожу Вот это все лично я Про себя То, что я вижу люди При увеличении опыта, знаний Даже вот каких-то жалких там полугода Я просто общаюсь Вот со многими людьми Так получилось Результаты растут Результаты улучшаются Люди уже спокойнее К этому всему относятся Более профессионально Уже спокойнее Выходят в ноль Не всегда зацепляются Но, по крайней мере, они понимают Как себя подстраховать Вот И уже более-менее цивилизованный Получается бизнес Менее рискованный Менее вот этих вот Жар, топ-холод кидает Но не все так просто, конечно Я все Парни, подытоживайте, давайте А то у нас У меня уже диск, короче, заканчивается Даже память на компьютере Не, но у меня тоже все Мы уже на вопросы тут отвечаем Поэтому Это, как бы Тема очень обширная Информация у Дениса В группе масса У кого есть время Кто может читать Знания Большая сила Тут Не тот бизнес Который может так Скочить быстро Не знаю И все Тут Надо Прежде чем В него прыгать Надо Набрать багаж Знаний Да, с разными способами Можно там Консультантов Курсы Самому Шишки набивать То есть общаться Ну У всех Свой Свой путь Да Поэтому Все время Подсказывать Рассказывать Можете обращаться Паша 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 Пошел Наверное Спать Уже Заснул Паш Ты здесь Да Я уже Сплю Ребята Я понял Ну Окей Всем Спасибо За Внимание Денису Спасибо За Можность Сказать Что-нибудь Будем надеяться Что это поможет Кому-нибудь Да В любом случае А там дальше Будем двигаться Всем удачи Всем пока Как обычно Пока С вами Паша